Ну что же, значит, уважаемые коллеги, добро пожаловать на 219 заседание семинара московской секции 7 Сигмот. Вот сегодня наши гости Владислав Кузнецов и Семен Чичеринга из Яндекса. И их рассказ будет о Яндекс Дейтабейс. Так, доклад у нас будет состоять из двух частей. Вот, значит, первым будет Владислав, насколько я понимаю, да? А потом Семен будет рассказывать. Так, ну, хорошо, Владислав, вам слово. Добрый день. Сегодня мы расскажем про Яндекс Дейтабейс. Мой доклад будет про, ну, скорее про нижнюю часть системы, про устройство хранения данных. И, ну, нижняя часть обеспечивает отказоустойчивость у нас. А Семен будет рассказывать больше про транзакции и про датабейс-часть. Так, Владислав, один момент только. Вот как я вам писал, вас не смутит, если вопросы будут задаваться в процессе? Конечно. Ну, отлично. Формат Mineral был вполне комфортен. Вот, сначала я расскажу в целом, что такое Яндекс Дейтабейс и зачем она создавалась, какие функции выполняет. После поговорим про отказоустойчивость, почему это необходимо, почему это нас волнует и каким образом мы решали проблемы, которые перед нами вставали. Расскажу про внутренние устройства системы, про такую сущность нашу, как таблетка, от английского tablet, и, собственно, про сторож-часть, которая занимается хранением и репликацией данных. Яндекс Дейтабейс – это, в первую очередь, база данных. Это геораспределенная база данных, которая может хранить свои данные в различных регионах. Типичная инсталляция у нас состоит из трех дата-центров. База автоматически реплицирует данные в необходимом количестве реплик. Настройки бывают разные. Вот в случае с геораспределенной установкой мы используем трекратную репликацию. Над данными можно совершать транзакции. Это строго консистентные транзакции. Система обеспечивает высокую пропускную способность во многом за счет того, что она является горизонтально масштабируемой. Это означает, что если не хватает каких-то ресурсов, то всегда можно добавить железо, то есть либо памяти, либо процессора, либо дисков, и система автоматически масштабируется и будет использовать ресурсы. Система автоматически, без вмешательства людей, восстанавливается после большого количества сбоев. Конечно же, не после всех, но если сбой происходит в рамках нашей модели отказов, система восстанавливается. Например, она переживает потери отдельных машин, потери дисков, потери данных на дисков, а также в случае с геораспределенной установкой выдерживает отказ отдельных дата-центров. Для запросов используется язык VQL. Это диалект SQL. Кажется, он совместим. Сейчас он достаточно сильно совместим с SQL. Мы в последнее время идем в эту сторону. И типичные установки системы состоят из тысяч нод. Сейчас мы даже перешагнули порог. У нас есть кластеры, в которых больше тысячи. Можно ли пару вопросов? Да. Мы не отошли. Значит, первый вопрос. Так, ну вот, а совместимость SQL, на какой стандарт вы ориентируетесь? Семен, ты знаешь? Не знаю. 92-й или что-нибудь еще там новее? То есть пока? Тут мы не можем ответить, потому что мы не разрабатываем SQL. А, ну. SQL в Гае. Вот. Но, как бы, большинство запросов, которые не требуют их особенностей, они вставляют с копипастой и работают. Другое дело, что все равно особенности есть. Потому что, потому что все-таки мы распределенные географии. У нас там другие функции, другие некоторые, семантика даже. Но, как бы, мы об этом не готовились рассказывать, можем только из головы продавать. А, ну, понятно, наверное. А, может быть, это где-то в документации еще написано? Где-то можно справиться? Если об этом написано, то должно быть написано в документации Яндекс.Облака, первая ссылка. Хорошо. Можно ли тогда еще один вопрос? Может быть, вы, конечно, будете об этом говорить. Но, значит, то есть, цель базы данных, это, значит, OLTP, OLAP, или это гибридная какая-то база, которая для всего подходит? Как вы ее позиционируете? На этот вопрос... Если просто отвечать, если коротко, то мы OLTP базы данных. Если развернуто отвечать, то у нас есть два слоя, отчуждаемых, ну, в какой-то мере. Есть слой хранения, который не связан с базой, как таковой. Он предоставляет такой отчуждаемый IP. Оно может использоваться в разных вариантах, в том числе для OLAP нагрузок, для хранения Time Series. Это нижняя часть. Я про нее буду рассказывать. А, ну, хорошо. А верхняя часть с транзакциями, она ориентируется на OLTP нагрузку в основном. Да, хорошо. Движок у нас для OLTP, и мы только прикладываем усилия, чтобы быть эффективными в OLAP нагрузке. Для OLAP изначально в Яндексе есть совершенно другие системы, которые завоевали свою нишу, и с ними сложно конкурировать, не имея действительно достойной противоположной системы. А можно еще вопрос? То, что я читал, я так понимаю, что то, что вы тут называете геораспределенной системой, это вот то, что у других называется, в общем-то, шардингом. То есть вы пилите схему данных на части или даже таблицы на части и размещаете их в разных узлах. Плюс для надежности вы делаете разные узлы. Правильно я понимаю? Что по словам геораспределенность, что вы понимаете? Это часть того, смотрите, то, что мы пилим данные, которые хранят на куски, и за эти куски отвечают разной сущности, это всего лишь шардирование. А под геораспределенностью понимается то, что данные присутствуют в нескольких дата-центрах, и выход одного из этого дата-центра не влияет на работу системы. То есть мы можем пережить выход на микрофон и некоторые неполадки у двух оставшихся. Ну, то есть у вас просто несколько копий данных, да, в разных центрах, так я понимаю? Вот мы сейчас об этом будем рассказывать, какие копии, где у нас лежат. Более того, при чтении мы не обязаны собирать все со всех дата-центров. Мы тоже об этом расскажем, что мы читаем при чтении. Продолжаем? Да, да, конечно. Почему отказы нас волнуют? Потому что для нас отказы дисков являются скорее рутиной, нежели чем-то исключительным. Если, даже если просто посчитать теоретически для обычных дисков, у которых время наработки на отказ порядка там 160 лет, то если из таких дисков собрать кластер на тысячу серверов, по 4 диска в каждом, то согласно теории вероятности отказы будут происходить каждые 180 часов. Нет. Время потери данных будет составлять 180 часов, если не реплицировать данные. Также у нас регулярно отказывают серверы, отказывают память, процессоры. Мы специально спроектировали систему так, что отказы отдельных стоек не приводят к отказам сразу нескольких серверов. У нас стойка никогда не приводит к потере работоспособности кластера в целом. Также в случае геораспределенной инсталляции мы умеем переживать отключение одного дата-центра. Дата-центры отключаются по учениям, часто теряется связанность сети. Теперь давайте поговорим про внутренние устройства VDB. VDB состоит из двух основных логических частей. Это сторож часть, которая занимается хранением данных и отвечает за сохранность, за репликацию. и она на себя берет выполнение кворума. И вторая часть, компьют-часть, она отвечает за выполнение запросов пользователей. Там живут таблетки, которые являются частями таблиц, либо являются системными таблетками, которые обеспечивают жизнеспособность кластера. Если посмотреть на хосты, то сторож часть будет работать с дисками, а CPU и память потребляются в основном компьют-частью. чтобы создать такую сложную систему, нам нужна была какая-то абстракция, чтобы абстракция многопоточности для разработки. В качестве таковой была выбрана актор-система, которая представляет собой совокупность акторов. Каждый актор это достаточно легкая стоит машин, просто фактически объект в памяти внутри приложения. Акторы могут общаться с собой при помощи сообщений, и акторы всегда реагируют, всегда работают только в ответ на принятые сообщения. При принятии сообщения актор может либо отправить новое сообщение, либо создать новых акторов, либо поменять свое состояние, либо умереть. Типичный пример актора. Актор создается, когда пользователь выполняет запрос к базе, актор рассылает сообщения в Storage с запросами данных, потом обрабатывает эти данные каким-то образом по просьбе, как это описано в запросе, и возвращает ответ, и после этого умирает. VDB представляет собой большую распределенную актор систему, которая работает на всех узлах кластера. Акторы могут запускаться на любом сервере кластера, и у акторов глобальная уникальная система именования, поэтому отдельный актор может отправлять сообщение любому другому, актор система сама построит путь до получателя. Акторы достаточно легкие сущности, их за какие-то миллисекунды, даже меньше, можно убивать на одном сервере и поднимать на другом. Мы это используем для балансировки, в первую очередь для балансировки по нагрузке, и в случае отказов те акторы, которые жили на отказавших нодах, они пересоздаются на работающих. Это происходит автоматически с помощью самой системы внутри. У акторов всем прекрасны, но у них есть один большой недостаток, они имеют состояние только в памяти, и поэтому теряют его при выключении питания. Чтобы уйти от этого, мы используем такую сущность, как таблет. Таблет по своей сути является актором, но с одним дополнением она имеет персистентное состояние. Состояние оно хранит в distributed storage, который отвечает за сохранность данных, за репликацию, за консистентность данных. Таблетки обеспечивают выполнение транзакций над своим состоянием. Таблетки мы называем единицей отказоустойчивости, потому что в случае выключения серверов таблетки могут быть пересозданы на других нодах и будут работать ровно с теми же данными, с которыми работала предыдущая инкарнация. системы гарантируют, что всегда выполняется только один экземпляр одной конкретной таблетки. В сложных случаях могут работать несколько экземпляров, но гарантируется, что писать, успешно писать может только один экземпляр и обрабатывать пользовательские запросы тоже будет только один экземпляр. таблетки легко мигрируют с ноды на ноду, так как они имеют свое состояние, записанное отдельно в стороже. И типичное число таблеток на кластер это порядка сотен тысяч. Обычно это какие-то тысячи, десятки тысяч таблеток на одном сервере. У таблетки давайте рассмотрим персистентное состояние таблетки. Оно заключается таблетка хранит свое состояние в своих собственных внутренних таблицах. Эти таблицы исключительно принадлежат таблетке и никто кроме самой этой таблетки про них вообще не знает и не видит. Это исключительно такая абстракция в коде для разработчиков. это называется таблиц датабейс на слайде. Эта база данных внутренняя она занимается собственно хранением того, что пишет таблетка и хранением и чтением. Все данные записываются через лог здесь назван rsm-log rsm- это replicated state machine. лог записывается особым образом и гарантирует, что всегда будет таблетка восстановить свое состояние до какого-то валидного вида. Даже в случае сбоев, отказов здесь учитывается то, что таблетка может умереть во время выполнения своего запроса. хранится ли данная таблетка в дистрибьюторе сториджа. Хранит она с помощью запросов. К сториджу есть простые запросы put, get и collect garbage. Запросы позволяют сохранять, читать данные и собирать мусор, который таблетке больше не нужен. и есть дополнительные запросы, которые позволяют обеспечивать это можно условно назвать кворумом. У нас как такого кворума нет, потому что у нас таблетка живет единственная. Эти запросы нужны для обеспечения единственности существования таблетки. Это запросы блок. Также таблетке нужно восстанавливать свой лог из какого-то места. И лог мог быть записан в разном состоянии. В том числе некоторые данные могут быть потеряны в силу того, что они могут быть просто недописаны. Или часть данных может быть потеряна. Но мы всегда предполагаем, что потери происходят в рамках модели отказов. Поэтому они восстановимы. Для этого существует запрос Discover. резюмирую. У каждой таблетки есть своя собственная база, в которую она пишет и в которой она хранит данные. Эта таблетка своей базой может пользоваться с помощью транзакций и изменения в таблицах в ее внутренних будут выполнены транзакционно. Схема всей ее внутренней базы хранится как и все данные хранятся в дистрибьюторе сториджа и это все осуществляется через код на C++. Таблетки являются таким универсальным блоком создания системы. Над таблетками построены разные другие сущности. есть специальные таблетки которые обеспечивают хранение пользовательских таблиц. Есть таблетки с помощью которых реализована система персистентных очередей. Отдельная таблетка отдельный вид таблетки используется для хранения таймсириес данных в мониторинге. И также существуют системные таблетки которые обеспечивают жизнеспособность самого кластера в ADB. таблетки сами не появляются ниоткуда. Таблетки создаются специальной другой таблеткой она называется хайвом. Таблетки существуют двух категорий. Вот собственно те которые есть системные таблетки которые занимаются обеспечивают жизнеспособность кластера и они управляют другими таблетками пользовательскими. Системных таблеток очень мало их буквально там несколько штук разных видов и обычно такие таблетки существуют в единственном экземпляре вообще на кластере. И эти таблетки они очень особые они создаются особым образом они сами зарождаются сами борются за жизнь и потом выживает только одна которая собственно и будет создавать остальный кластер. Вот как пример системной таблетки существует хайв. Хайв это такая таблетка которая занимается менеджментом других таблеток. Например если пользователь создает таблицу то в хайв будет направлен запрос о создании таблеток которые они называются дата шарты таблеток которые представляют собой часть пользовательских таблиц и хайв уже будет следить хайв во-первых создаст такие таблетки во-вторых он будет балансировать их между надами если есть какие-то предпосылки в случае отказов хайв знает о том что какие таблетки умерли какие таблетки жили на той ноде и пересоздаст их на работающих нодах рассмотрим пример выполнения запроса create table запрос придет к хайву хайв в ответ создаст специальные таблетки которые будут хранить которые будут отвечать за работу с таблицей а таблетки будут свое состояние хранить в дистрибьюторе сторожа когда пользователь будет выполнять запросы к своей таблице они автоматически будут попадать на нужную таблетку таблетка будет читать или писать тот диапазон ключей за которые она отвечает и собственно отвечать пользователю дальше следующая часть какие-нибудь вопросы по первой части я хочу понять таблетка ваша это процесс так в нашем понимании это что-то работающее на компьютере да да это что-то работающее на компьютере это объект на самом деле в нашем процессе ну вот вы скажете что когда там абсерт идет у вас он попадает на таблетку он же наверное сначала на nighthive попадает или куда-то там централизованная точка то есть куда-то все должно попадать да у нас есть централизованная точка нет у нас нет централизованной точки именно в этом прекрасность нашей системы вы приходите в наду с запросом на наде какую наду я прихожу у вас тысячи надов в вашу наду которая является эндпоинтом в любую произвольную если мы рассмотрим самый простой случай когда кластер только ваш то любая нада является вашим эндпоинтом и вы не приходите с запросом она этот запрос компилирует для компиляции она должна видеть схему таблицы с которой работает схема берется из схемного кэша поэтому здесь тоже нет централизованной точки потом из схемного кэша она понимает какие-то кэш вот этот системный кэш у вас тысяча узлов значит у вас база разделена на тысячу кусочков на каждом есть свои таблетки я пришел на узел номер один к таблетке ей нужна у нас это называется мета информация у вас там системная информация она лежит что она дублируется по всем узлам что ли или он лезет в какую-то общую вы пришли на первую наду вам надо к таблетке номер там пятьсот вот вы во-первых когда пришли на первую наду с запросом не знаете к какой таблетке вам надо идти к пятьсот либо пятьсот один либо там десять тысяч вот вам надо получить ее индификатор если у вас запрос текстовый то в нем есть только путь до таблицы с которым вы хотите работать этот путь вам надо разрезолвить в айди таблеток с которым которые отвечают за этот путь и понять к каким ключам вы обращаетесь а соответственно набор ключей сузит множество таблеток на которые на которых нужно выполнить запрос если у вас запрос только по одной по одному ключу то это ровно одна таблетка информацию о том к какому пути какие таблетки относятся мы называем схемная информация это информация про схему это про ключи и шардирование эта информация закэширована на дах если ее в кэше нет то да мы пойдем в другую таблетку которая называется схемшард и попросим эту информацию то есть на каждом узле каждое из тысячи узлов при начале его работы память помещается считывается из централизованной кодсистемы вот эта мета информация правильно я понимаю то есть по запросу она туда помещается и кэшируется если запроса не было то она там как бы и не будет то есть это к разогреву относится да это к холодному старту да а вот скажите еще я не совсем понял прежде чем определять конкретные таблетки ключей и так далее мне надо же запрос проверить что права есть что таблицы правильные имена указаны что синдекс правильный там и так далее это все мой первый вот этот ноут будет делать да или кто знаете если рассказывать прям совсем про хороший случай то сначала вам действительно надо скомпилировать запрос и в эту компиляцию и входит определение что таблицы существуют что у вас на них хватает прав точнее права мы проверяем даже если вы ходите уже с компилированным запросом каждый раз но да мы все это делаем и это мы делаем по закэшированной в том числе информации то есть права схема все берется из кэша и потом идет на таблетки если в кэше была невалидная информация то значит поход к таблеткам будет неуспешный и пользователь как бы получит ошибку которую можно будет притраить это как бы есть специальное описание какие ошибки можно ритраить какие нельзя в данном случае будет насколько мне не изменяет память это unavable который преобразуется в пользователя как я не помню если честно в ну инвалидирую невалидный запрос который надо перекомпилировать компиляция дороже чем выполнение скомпилированных запросов потому что мы пройдем некоторые статьи еще раз стадии резолвинга стадии там ну прям компилирования текстов какой-то байт код который мы выполняем на датышарда ну можно я скажу на своем языке потому что то что вы говорите мне понятно но язык у вас конечно очень специфический у себя свои понятия то есть у вас запрос приходит на произвольный узел на узле происходит его проверка и на нашем языке генерации плана выполнения то есть на каких узлах какие табли таблеты там и что и как будет делать и потом этот узел он является координатором то есть он на остальные таблетки там нужные рассылает под запросы так что координатор мне немножко нравится потому что я потом его заиспользую для совершенно другой сущности но да он является таким процессом который потом сделает всю работу соберет потом результаты вернет да понятно извините я много времени не нет ну просто чтобы понять не было у нас у всех слово координатор каждый по-своему или там слово там шарт тоже в общем да все извините продолжаем а если нет других вопросов сейчас то можно к следующей эстинами переходить вопрос вот этот кэш который значит на каждой ноде он же как-то синхронизируется с кэшами на других нодах или про это сейчас как раз будет рассказ нет про это не будет сейчас рассказ этот кэш есть единая точка в которой хранится вся информация и кэш то есть мета информация там схема там таблица и так далее она вся в одном месте она не совсем в одном месте это широкое понятие она в одной таблетке это единственная сущность она может лежить на любой надежде и так далее но она работает в единственном экземпляре да и в ней хранится она является основным источником информации ну если называть имена своими своими именами вещи своими именами то эта точка называется схемшард она источник истины для всей схемы базы данных она публикует всю свою информацию на как бы несколько машин так чтобы нагрузку по резолвингу снять с себя и распределить по нескольким машинам и такую группировку машин мы называем скимборд скимборд к шом или репликой скимборд репликой да окей а как по вот этим репликам консистентность соблюдается когда информация меняется на скимшарде он в рамках транзакции обновляет кворум копий на этих репликах понятно спасибо и вообще мы не беспокоимся за консистентность хэша которая хранится не на репликах а на надах потому что это кэш в прямом его понимании он может быть невалидный он может быть протухшим он может быть вот прямо сейчас у тебя одна версия а в системе сейчас происходит транзакция которая меняет как бы он то есть он может отличаться но там все в порядке будет если в системе ничего не происходит он работает без осечка если что-то происходит то он обязательно приведет к тому что этот запрос с невалидными значениями из кэша попытается выполниться и выполниться неуспешно подождите вот еще раз про эту информацию в этом кэше это только информация об объектах ну в смысле там о структуре и так далее или там еще есть какая-то статистика чтобы план как-то построить хороший это уже не имеет отношения к этой части то есть изменение таблиц изменение их структуры построение индексов или там увеличение количества записей на эти кэши никак не влияет оно там не нужно сейчас мы не умеем автоматически строить индексы сейчас мы не умеем автоматически выбирать индексы как это будет реализовано мы еще не знаем мы только думаем об этом и решение будет приниматься не нами с Вадимом поэтому мы тут даже не будем ну подождите хорошо я проще спрошу значит вы тогда можете наверное на скидку сказать несколько операций да которые вот в этом централизованном ну распределенном ваши копиями хранение кэша забыл как называется меняют что-то в таблетке это не попадает в памяти в кэшах все остается по-старому и в результате запрос отработает ну не отработает сломается значит вот какого типа изменения надо сделать 3-4 там например примера чтобы запрос не отработал ну смотрите таблица она сплитится точнее увеличивается количество шардов потому что количество данных не увеличивается да шарды заменяются другими шардами запрос который видел предыдущую раскладку шардов не мог нужных шардов уже заменились он придет к актору который запускал запрос и скажет нету шардов не нашел актор скажет это нормально пользователю придет ответ перекомпилируйте вашу программу пользователь перекомпилирует программу и перекомпиляция возьмет самые свежие данные из кэша причем убедится что эти данные самые свежие и следующий запрос будет корректный здесь есть тоже точки роста потому что перекомпилировать программу можем мы сами без сообщения пользователю мы тоже над этим работаем пока я говорю как он у нас сейчас есть так как нагрузка OLTP то нам здесь важно как можно больше просто сказать пользователю что произошло а не то что мы долго думаем и если надо пользователь сам а в этом случае надо сам повторяет операцию подождите а вот чем вы больше говорите тем больше вопрос возникает я так понимал что если запрос пришел его проверили и построили план там к какому шарду там идти и так далее то это компиляция запроса а вы говорите перекомпилировать программу то есть не запрос должен перекомпилироваться а какая-то программа что такое программа договорка компиляция только запрос только запрос да а при чем здесь заказчик тогда который прислал запрос запрос он у вас уже есть что там не знаю что должен сделать пользователь в случае OLTP нагрузки многим пользователям хочется самим решать что делать с запросом потому что нередко бывают ситуации когда если запрос не выполнился то он уже совершенно неинтересен пользователю и многие ошибки мы возвращаем прокидываем дальше на пользователя чтобы он уже решал стоит ли ему что ему стоит делать с этим скажите а что прокинуть получить сообщение об ошибке прокинуть запрос пользователю подождать пока он примет решение там и что-то нажмет какой-нибудь что-то еще это не сравнимо со временем компиляции запроса мы не работаем с человеком который сидит около консоли и убивает запрос точнее наша система очень не подходит для такой работы тут не человек принимает решение стоит ли повторять запрос или нет как бы есть нагрузка которая генерируется какими-то автоматическими скриптами и как бы все ошибки которые мы выдаем они обрабатываются либо ну обрабатываются из ДК из ДК просто повторит этот запрос у вас появляется куча дополнительных накладных расходов вместо того чтобы просто запрос который из-за старого кэша неправильно отработал мы вас лучше и у нас в логе лежит задача о том чтобы подумать насчет того чтобы изменения допустим шардирования таблетки не приводило к задаче ну к ошибке на стороне пользователей чтобы мы сами перекомпилировали запрос просто сейчас у нас не так мы говорим что это действительно работает по-другому но через некоторое время у нас может все поменяться потому что мы знаем эту проблему мы знаем почему она происходит знаем что мы хотели этим добиться и мы не спорим с вами что есть другие варианты вот как бы сейчас мы скажем так некоторое время назад мы даже не хранили текст запроса в виде текста на серверах чтобы его перекомпилировать поэтому у нас не было выхода сейчас вроде бы все меняется и у нас как бы система развивается в том числе в эту сторону чтобы не давать пользователю ошибок при изменении партиционирования но сейчас как бы они есть и просто пользователь повторит запрос коллеги может быть мы двинемся дальше пообсуждали в этом месте может быть пока достаточно в этом месте и можно двинуться дальше другие вещи еще успеть обсудить следующее что я хотел рассказать это как мы обеспечиваем единственность существования таблетки здесь это называется мастером но она является мастером но при условии что она существует всегда в единственном экземпляре первый этап создания таблетки это кандидат назначается хайвом это пользовательская таблетка таблетка у таблеток есть специальное число поколения число всегда увеличивается поколение всегда увеличивается в процессе работы системы во время старта таблетка захватывает поколения у сториджа и этот захват запрещает принимать записи у всех поколениях ниже или равных заблокированных это приводит к тому что когда поколение заблокировано все запросы от таблетки которая всегда указывает свое поколение они перестают выполняться из-за этого гарантируется что таблетка предыдущая инкарнация этой таблетки она не сможет успешно работать и не сможет ничего записать в лог а значит состояние новой таблетки всегда будет валидным только она имеет возможность менять это состояние после этого новая таблетка приступает к чтению и восстановлению лога восстановление происходит сначала ищется голова лога это последняя запись которую можно прочесть это может быть либо последняя успешно записанная запись лога либо если эта таблетка умирала в процессе записи это просто может быть какое-то достаточное количество копий для того чтобы прочитать ну например у нас есть инсталляции внутри одного дата-центра и там нам необходимо наличие четырех из шести реплик вот если таблетка находит даже четыре и может прочитать она их прочитывает и объявляет головой лога в каждой записи лога таблетка указывает ссылку на предыдущую запись в которой содержится снапшот все состояние таблетки таблетка может восстановить прочитав этот снапшот и накатив на него все остальные записи из лога до последней после того как таблетка восстанавливает весь граф записи лога она может загрузить эти записи и восстановить свое состояние и это состояние она передает дальше коду прикладному коду таблетки который уже интерпретирует и понимает свое собственное состояние например если эта таблетка дата шарт то она из этого состояния прочитывает ту таблицу тот диапазон таблицы за который она отвечает и какие данные имеются в этой таблице чтобы таблетка всегда стартовала в случае возможной ситуации когда происходит очень хитрые последовательности отказов и таблетка может стартовать из не до конца дописанных данных а потом умереть и потом стартовать уже с другим количеством отказов и тогда она восстановится не из последней записи а из предпоследней чтобы такого не происходило таблетка всегда после восстановления пытается записать свое текущее состояние и вот эта фиксация фиксация лога происходит всегда в нулевой записи после то есть это первая запись после старта вопроса коллеги есть у нас вопросы по этой части ну наверное можно дальше если если что-то может быть к концу так дальше поговорим про дистрибьютор сторож это достаточно отчуждаемая сущность которая в принципе может рассматриваться может быть рассмотрена отдельно дистрибьютор сторож в первую очередь создан для хранения иммутабельных блоков то есть неизменяемых кусков данных произвольного размера от мегабайт от байта до 10 мегабайт типичный размер обычно таблетка пишет либо очень маленькие запросы какие-то там условно килобайт это описание запроса который она собирается выполнить или какую-то метаинформацию либо большие блобы которые там порядка мегабайта уже с пользовательскими данными таблетка в процессе жизни хранит огромное количество блобов то есть она их использует она хранит свои данные в неком виде LSM дерева и запросы которые к ней приходят она записывает в маленькие блобы потом она их компактит на другой уровень LSM дерева и хранит эти уровни в блобах и в процессе жизни она блобы вычитывает компактит записывает новые обычно обычно у каждой таблетки порядка сотен тысяч таких блобов дистрибьютор сторож создавался именно для работы с таблетками поэтому у него много его свойств обусловлены необходимостью работы таблеток дистрибьютор сторож имеет несколько разных вариантов один из них это геораспределенная установка когда он данные хранит в нескольких дата-центрах второй вариант с меньшей избыточностью позволяет хранить данные в одном дата-центре геораспределенная установка пишет реплики три реплики в три дата-центра а для работы в одном дата-центре используется рейджер схема кодирования 4 плюс 2 там пишется 4 части данных и две части дополнительные для восстановления достаточно любых четырех дистрибьютор сторож предоставляет гарантии пользователю пользователем является таблетка о том что запись завершается успешно только в том случае если блок полностью реплицирован и полностью записан то есть если у нас есть 6 частей с данными то ответ об успешности записи придет только после того как все 6 частей будут записаны на диске мы гарантируем запись на диске тем что мы работаем с блочными устройствами напрямую и еще выключаем все кэши то есть у нас выключены кэши как в операционной системе так и даже кэши на устройствах чтобы в случае потери питания не потерять данные дистрибьютор сторож сам гарантирует что после успешной записи блок не будет потерян например если существует группа из 8 дисков на которых может храниться в блок 6 частей если по очереди форматировать диски с какой-то достаточной паузой чтобы данные успевали реплицироваться то даже после форматирования всех дисков данные автоматически реплицируются на форматированные и данные не будут потеряны если дистрибьютор сторож если произошло слишком много отказов и дистрибьютор сторож не может гарантировать что данные записаны в необходимом количестве реплик то всегда будет возвращена ошибка данные которые записывает таблетка они идентифицируются в блок ID важно рассмотреть структуру блок ID она состоит из владельца то есть ID таблетки данного блоба поэтому сторож всегда может по запросу вернуть таблетки весь список ее блобов и он это делает например на старте таблетки таблетка обращается к сторож с просьбой с запросом discover этот запрос находит самый последний записанный блоб также в блок ID зафиксировано поколение это позволяет при операциях записи валидировать это поколение если если была блокировка поколения и запись приходит в заблокированном поколении или ниже то сторож будет отвечать ошибками на попытки записи и записи не будут осуществлены также блок ID упорядочены во времени их упорядочевая таблетка она у него указывает степ поэтому сторож всегда для таблетки по просьбе таблетки может найти самый последний записанный блок ID сторож предоставляет таблетки API для работы с ним API состоит из пяти основных вызовов PUT в котором указывается блок ID и данные которые нужно записать он собственно надежно записывает данные GET позволяет читать как блок целиком так и читать отдельные части блоков по указанному офсету и размеру операция блокировки позволяет блокировать поколение таблетки чтобы обеспечивать единственность работы мастера таблетки DISCOVER позволяет находить последнюю запись лого для восстановления и collect garbage позволяет собирать мусор таблетки удалять те данные которые больше не нужны само хранилище состоит из множества дисков здесь указаны 24 нады в каждой из которых есть какие-то диски и в системе система устроена так что все диски объединяются в группы таким образом что диск всегда входит в какую-то одну группу а группа состоит из обычно из 8 дисков верно ли что у нас есть вопрос да 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 коллеги на подключить слайд если можно вернуться посмотрите я не очень понимаю PUT и GED эту пару если PUT мы кладем DATU а данные какие-то то GED мы берем предполагаем что мы знаем внутренний формат если не сложно чуть более подробно про PUT и GED что значит что GED мы кладем данные DATA ну например не знаю какое-нибудь целое число я условно говорю или строку а GED мы берем что-то для чего мы знаем внутренние представления то есть когда мы кнем PUT то это внутреннее представление не указано внутренний формат а когда мы берем GED у нас внутренний формат есть то есть знание оператора GED для того чтобы выполнить оператор GED нужно знать внутренние представления данных специально понимать я кажется я понял в чем вопрос сторож хранит непрозрачные данные для себя он вообще не понимает что внутри сам сторож не знает ничего не внутренней структуре не о типе данных которые он хранит там хранятся просто бинарные данные и вот клиент то есть таблетка она уже у себя держит описание того что и каким образом она хранит то есть например если ну таблетка как простая схема таблетка например может в первом в первый блок положить описание структуры как она будет хранить дальше свои данные и указать блок иди следующих в которых она запишет что например в обойди там три будут лежать пользователя строчка такая-то с каким-то ключом в четвертом будет лежать с другим ключом и она это все запишет в свой первый блок а потом данные уже запишет в другие плобы и когда она будет читать эти данные она сначала всегда прочтет первый блок потому что она на восстановление это делает и после этого она поймет какие данные лежат в других плобах но все это знание хранится исключительно внутри таблетки какие-то не надо вдумать спасибо сторож состоит из двух частей ну из собственность как бы серверной и клиентской на стороне серверной есть надо который надо с дисками здесь не указаны hdd ssd там собственно хранятся данные которые хранит сторож над дисками работает специальная сущность по диск которая осуществляет запись запись и менеджмент места занятого своими пользователями в дисками в диске уже более сложные сущности они хранят было пойти они знают про структуру самого было пойти они знают про существование таблеток tablet id про существование блокировок про сборку мусора и они хранят свой блок идти у себя упорядоченная в виде lsm 3 и они отвечают таблетки на запросы группой хранения всегда является группа из нескольких в дисков обычно это 8 в дисков и чтобы обращаться к дискам существует специальный клиент она у нас названа прокси да из прокси да из прокси всегда живет на том сервере где живет клиент то есть таблетка и создается по запросу то есть когда таблетки нужно записать в группу какие-то данные для нее создается прокси который внутри знает о конфигурации этой группы прокси знает про физическое расположение в дисков в каких серверах они расположены какие данные кими данными она они обладают и на какие диски нужно идти в случае чтения данных во время запроса да из прокси общается только с она общается напрямую с каждым из в дисков при этом в диске между собой во время запросов не общаются так как это увеличивает время выполнения здесь нет никаких кворумов и тому подобного то есть если пишутся данные 6 до из прокси данные таблетки блок разрежет на 6 частей и отправит их напрямую в диском они сохранят это все на п диска на устройство и после этого ответят окей да из прокси она да из прокси также осуществляет логику надежной записи то есть если какой-то из в дисков не работает то прокси об этом узнает либо получит ошибку либо получит тайм-аут и перезапишет те данные которые должны были писаться на этот диск на другой специальный дополнительный диск по диск напрямую работает с блочными устройствами при этом на устройствах как в операционной системе нас выключены кэши и по диска оптимизирует запись большого количества мелких блоков так у нас очень часто таблетки пишут достаточно маленькие данные которые не помещаются в сектор и таблетки в диске частая ситуация когда нужно записать там несколько сотен байт данных от нескольких клиентов от нескольких дисков и по диск это будет делать в рамках одной единственной записи на в один сектор диска записи пишутся надежно без кэшей и также по диск имеет специальный планировщик шедулер который осуществляет разделение полосы устройства между в диск при этом он также учитывает время выполнения запросов между разными в диск в диск это собственно хранилище блобов которые просто по ключу от было по идее хранит значение этого блоба во время работы они в диске асинхронно между собой общаются они сообщают информацию о записанных блобах о блокировках таблетки барьерах сбора сборки мусора поэтому в диске всегда знают друг о друге полный список записанных блобов и они используют эту информацию в случае если в диск один из в диск терять свои данные ну например устройство вышло из строя его заменили и вставили пустое в диск во время старта просит других участников своей собственной группы и узнает от не от них какие блобы ей в диск должен хранить и он эти блобы прочтет с соседей и запишет себе прокси это собственно клиент который осуществляет запросы к группе из в дисков в нем реализована логика всех api запросов к distributive storage он создается по требованию по требованию таблетки один клиент всегда обслуживают один надо из прокси обслуживает только одну группу и у себя внутри хранит информацию и раскладки и при запросах всегда происходит взаимодействие только между да из прокси его дисками можем рассмотреть как проходит запись в группу что у нас по времени или можем пропустить эту часть и послушать право транзакции какое-то время может быть еще есть данная на первую часть доклада вот мы тут на вопросы отвлеклись вот то есть ну владислав как-то наверно что-то еще интересное можно рассказать по вашей части и у нас что много что можно рассказать просто вопрос успеем ли мы потом послушать про транзакции рассказать ну давайте минут 10 15 еще если да хорошо это время рассказать операция записи put надежно записывает блок чтобы надежно его записать его нужно записать в достаточном количестве частей для схемы в примере буду рассматривать схемы реже 4 плюс 2 для нее нужно записать все шесть частей при этом каждая часть должна быть записан на отдельный диск чтобы при выпадении диска не терять несколько частей и успеха мы отвечаем только тогда когда записаны все 6 это сделано для того чтобы обеспечивать отказ двух дисков то есть в нашей модели отказов мы всегда предполагаем что из каждой группы может отказать два диска и это не приведет к потере данных да вопрос я прошу прощения значит записать 6 части или 6 копий есть частей они не являются копиями конкретно в треже 4 плюс 2 она устроена так полный блок данных делится на 4 части это просто части самих данных и дополняется еще двумя частями перейти дополнительными частями и для восстановления данных нужно прочесть любые 4 при этом конечно эта схема не симметричная то есть восстановить данные из первых четырех частей просто дешево по цпу это просто склейка четырех данных а восстановление если потерян какой-то кусок данных будет более дорогим там будет более сложный алгоритм отрабатываются события потери одного одной части и накладные расходы примерно полтора мы защищены от потери двух частей накладные расходы по месту да это x полтора спасибо две части выбрана потому что мы потому что выбрана такая модель отказов мы предполагаем выпадение двух дисков из группы это не единственная наша модель да она работает эта модель для установки в одном кластере есть другая геораспределенная в которой мы работаем при трех дата центрах там пишутся три отдельные копии там прям полноценные копии и там мы позволяем мы работаем с отказом дата-центра и еще потери одного одной части данных нам любой реплики достаточно чтобы восстановить давайте вернемся к 4 плюс 2 так как как каким выбрать размер группы если мы предполагаем что сломаться могут два диска и если вы группа будет равной шести диском то в случае отказа одного из них мы уже система уже не может отвечать успехом на запись так как 6 не может быть записано поэтому минимальный размер группы это 8 дисков 6 на которые собственно будут писаться данные два дополнительно чтобы использовать их в случае отказов по факту мы всегда используем размер групп равны 8 как происходит сама запись блок попадает в дспрокси и реже кодирует кодируется в этот момент он разбивается на четыре части с данными и две дополнительные части после этого вычисляется по хэшу от блок айди вычисляется раскладка этого блабо раскладка это карта какой какая часть блабо должна лежать на каком вы диск этот хэш всегда одинаковый смысле функция хэширования она всегда одинаковая поэтому при чтении прокси точно так же по хэшу от блок айди поймет раскладку и поймет где искать какие части блаба хэширование здесь добавлен для того чтобы не писать всегда на какие-то конкретные 6 дисков мы по хэшу каждый блаб пишем на какую-то другую ну фактически псевдослучайную карту в дисков и получаем равномерную загруженность как по месту так и по полосе всех в дисков из группы в среднем после того как карта хранения составлена части отправляются на серверы с в дисками но допустим два в диска сломаны и эти части на них не могут быть записаны прокси получает ответ ошибки и так чтобы ответить клиенту она должна записать до записать незаписанной части и она их пишет на специальные два дополнительных диска которые называются хандовами и только после этого отвечает пользователю ok где собственно обратная операция она читает блабы при этом она предполагает что некоторые части блаба могут быть потеряны ну например сервер может быть выключен и данные с него мы прочитать не можем или диск диск был заменен и данных на нем еще нет хотя они были записаны гет всегда гет гарантирует что данные всегда будут прочитаны успешно при отказах двух не более двух дисков из группы гет по хэшу определяет где лежат части и и ходит только на те диски на которых они лежат для оптимизации если читается блог целиком гет читает всегда сначала 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 пытается прочесть четыре части с данными так как это дешевле если сама таблетка может определить стратегию если это какие-то большие данные то обычно они читаются вот с помощью оптимизации читать столько четыре части если это какие-то небольшие данные они нужны очень быстро мы гет может читать сразу посылать 6 запросов на 6 дисков и дожидаться четырех ответов и быстро восстанавливать их по и реже предположим что после того как блок был записан диски сломаны вернулись а те которые работали сломались гет запрос гет при чтении пойдет на на диски опросит их какие части у них есть декодирует из них полные данные для таблетки и выдаст ответ успешный ответ запрос дискавер нужен таблетки для восстановления когда она стартует она не знает у нее есть только свое состояние в памяти и она не знает какими данными она обладает свое пустое состояние и запрос дискавер позволяет находить последний блоб который можно прочитать при этом таблетка часто пишет блобы параллельно и может возникнуть такая ситуация когда последний блоб более поздний был успешно записан а более ранний был записан не до конца или таблетка даже не видела подтверждение этого блоба дискавер также для обеспечения надежности может до дозаписывать блоб который был прочитан и при этом таблетка не получает ответ это сделано для случая если таблетка писала свой последний блоб в этот момент произошло отключение сервера и успели отправиться только допустим четыре части из шести после старта на другом сервере она прочла четыре части но при этом в сторожа хранится только четыре части хотя всегда должно быть шесть и вот в случае когда она стартует она дозапишет необходимые части чтобы гарантировать что в будущем она всегда сможет прочесть тот блоб из которого она восстановилась допустим есть три блоба а б и ц и они были записаны в сторож при этом блоб а и б был записан полностью успешно в шести репликах а блоб c был записан не до конца он был записан в четырех а и при этом сейчас два диска не работают и блоб c вообще невозможно прочитать в таком случае запрос discover опросит все вы диски в группе все доступные и они вернут список тех блобов которыми тех частей блобов которыми они обладают discover прочтет проанализирует этот список найдет самый поздний записанный блоб который можно прочесть в данном случае это блоб б восстановит его в дополнительных частях запишет дополнительные части и только после этого ответит таблетки успехом и вернет блок идей б чтобы таблетка уже из него восстанавливалась в свое состояние задача get плюс restore полностью записать те блобы которые возможно были записаны не до конца чтобы таблетка всегда могла восстановиться из них следующий запрос это запрос блокировки группы он существует для обеспечения единственности работы экземпляра таблетки он у нас нет консенсуса между таблетками так как всегда существует только единственный мастер но вот эту задачу решает блокировка это позволяет нам очень быстро работать на записи чтения ценой того что на старте мы решаем решаем эту проблему на старте работы таблетки в случае старта таблетка всегда знает свое поколение она если таблетку создает хайв то он ей сообщает ее поколение которое всегда больше чем предыдущее и таблетка первым первым запросом идет и блокирует это поколение на в-диске в-диске запоминают о том что все поколения меньше пяти они должны блокировать и после этого таблетка пишет указывая всегда свое поколение так как в пятом она пишет пятое в-диске сравнивают это с блокировкой это поколение сблокировано и отвечает окей если следующая таблетка всегда всегда создается таким образом мы никогда не убиваем предыдущие таблетки всегда просто создается таблетка в новом поколении она первым запросом блокирует свое поколение и предыдущая таблетка при очередной попытке записи она укажет свое поколение и получит ответ ошибка причем в ошибке будет указан код о том что группа уже заблокирована таблетка знаешь что в такой ситуации ничего нельзя делать надо только умереть и поколение 5 умрет а поколение 6 будет успешно писать и читать данные давайте на этом перейдем к следующей части доклада ну хорошо да мы сейчас будем переходить к следующей части какие-то быстрые небольшие вопросы у нас есть сейчас потому что она был вислав рассказал ну вот пока пока не видно но у меня есть вопрос быстрый смотрите я вначале на первых слайдах видел упоминание nvm вы его как-то особенным образом используете или что вы с ним делаете мы его используем как обычные диски мы на него пишем лог компактим данные а понятно спасибо просто как быстрый диск ясно хорошо спасибо ну видно что тема обширно вот так что слайдовый тоже выложу вот я надеюсь что было и славы попытали вот хорошо ко второй части переходе так я сейчас перестану показывать экран так я включаю звук и да да теперь слова семена так хорошо видно меня в чем собственно я тоже рассказываю про яндекс дабейс но немного с другой стороны семён я прошу прощения так сейчас у вас не на полный экран слайды с комментариями это так задумано или можно сделать их на полный экран вот так нормально да вот так хорошо я расскажу тоже про яндекс дабейс но с другой стороны сейчас вы слышали рассказ про то как у нас строен слой хранения данных я буду рассказывать о том как мы со всем этим работаем чтобы сделать транзакции над этими данными во первых мы немножко поговорим о том вообще какие транзакции бывают и такие же нам нужны они какие вообще там есть как мы их реализовали и мне те которые нам нужны почему наше решение масштабируются и как она масштабируется естественно сколько нам стоит это решение потому что она тоже не бесплатная и какие мы можем предоставлять уровни изоляции при выполнении транзакционных запросов вот так же я расскажу при начале тоже какую-то часть о том как у нас построена архитектура но опять же с другим прицелом показать вид не снизу с точки зрения хранилища а сверху с точки зрения уже обработки запросов собственно в яндексе много систем которые умеют много чего делать и знаменитый на produce и у нас было вообще нет транзакционной веншал кассистисти к его и большое хранилище которыми я пользовался как пользователь вот тогда еще работал в картинках и с eventually на консистенции и совсем без всяких транзакций но как бы вот я наелся очень сильно там прям надо очень много всего держать в уме что же происходит нельзя просто взять и сказать я хочу вот это вот поэтому ключу вот это вот значение увеличить на 1 она может не увеличится на 1 она может увеличиться на 2 но может быть увеличиться на 1 но когда потом и вот вообще ничего не понятно что там происходит но мы старались как-то ели этот кактус и даже что-то получалось но очень большой ценой мы вот сейчас даже посмотрим какой на них пример чеку вообще классификация транзакции это как вот акроним кислые транзакции оси транзакция они должны быть атомарными это значит что мы либо все эффекты от этой транзакции применяем к данным либо ничего то есть нельзя так применить половинку транзакции половинку забыть то есть все либо ничего именно это атомарность консистентность это вообще очень спорное понятие потому что есть консистенции с точки зрения базы о том что она там не верифается у нее внутренние там проверки хорошо работают корректно работают не хорошо вот а еще есть консистенции вообще с точки зрения приложения о том что если вы там работаете таблицы с индексом то индекс не разъехался и те данные которые вы там записали транзакционности транзакционной транзакции в нескольких таблицах что они присутствуют в нескольких таблицах как бы вот и вы их можете прочитать причем с нескольких таблиц вы прочитаете соответствующие друг другу данные а не так что одни там попозже а другие самые новые вот то есть консистентность расплывчатое понятие но мы дальше в разговоре будем понимать про вот все это вместе и том что и база хорошо работает и том что с точки зрения приложения база выглядит адекватно durability это свойство о том что единожды записанные данные в базу данных не должны пропасть а именно ну банально вы записали получили ок это значит что вы потом сможете прочитать эти данные если вы явных не удаляли не изменяли и что типа через некоторое время вообще данные никуда не пропадут за счет того что ноды выпадают заменяются портятся взрываются затапливаются вот то есть данные должны быть надежно сохранены чтобы не происходило с кластером вот и изоляция изоляция это прям очень важная часть нашего доклада в то время как про durability вы слышали от влада то есть именно влад рассказывал о том что мы очень беспокоимся от данных мы холим линеем восстанавливаем перезаписываем следим за их сохранность а вот по изоляцию я буду рассказывать а именно если у вас есть несколько транзакций которые работают одновременно управляем физически одновременно прям у них стадии выполнения там пересекаются по времени и очень важно чтобы транзакции имели какое-то соглашение между тем что они могут видеть как побольше эффекты работы в конкурентной среде а именно если мы возьмем самый хороший тут подсвеченный уровень изоляции 7 лаза был но на самом деле не самый хороший вы там можете видеть еще есть который мы тоже немножко поговорим сейчас секундочку который мы тоже немножко говорим так вот сериал айзабл это такой уровень изоляции конкурентно конкурентного доступа при котором все транзакции выполняются так как если бы они выполнялись бы друг за другом без всякого перекрытия то есть модель такая только модель не как на самом деле происходит а модель как будто вот есть один момент времени и в этот один момент времени выполняется от и до одна транзакция она вот выполнилась сделала пришли к следующей и так на всем кластере вот конечно же мы не выполняем одну транзакцию в один момент времени мы их выполняем сотни тысячи, миллионы одновременно. Но с теоретической точки зрения это ровно так, как если бы мы делали все последовательно. Это при уровне изоляции Serializable. Забегая вперед, мы работаем на уровне изоляции Serializable. Существуют другие уровни изоляции. Допустим, Strict Serializable. Strict Serializable, ну, все то же самое, что Serializable, за одним исключением. В отличие от Serializable, Strict Serializable привязана ко времени, а Serializable нет. Serializable, просто Serializable, гарантирует, что есть такой порядок между операциями, при котором они выполняются как бы последовательно. Но не говорит, какой именно. Вот прям совсем не говорит. Он может быть не тот, который вы ожидаете. Но он есть. В случае Serializable. И даже потом я проведу примеры того, что может происходить немножко такого интересного про Serializable, но все равно законного. А вот при Strict Serializable, если вы задаете запросы синхронно, ну, в смысле, один за другим, то вы прям следующий запрос обязан видеть результат предыдущего. И так для всех пользователей, для всех запросов. То есть все, что было до этого закомичено, далее будет видно. Это в Strict Serializable. В Serializable немного не так. Очень тонкая грань. Мы к ней еще вернемся. Snapshot-изоляция. Snapshot-изоляция тоже предотвращает практически все аномалии coin-currentного доступа и намного-намного лучше, чем другие уровни изоляции, которые здесь представлены на картинке. Но все же она не идеальна. Она, допустим, позволяет допускает аномалию перекос-записи. Что там у нас? Да. Здесь также представлены уровни изоляции как written committed, read committed и repeatable read. Ну, немножко про них. Written committed вообще самый низкий уровень изоляции по сути ее отсутствие. Мы прям можем читать и те данные, которые еще не закоммитились и которые могут быть откатаны и прям чтение и повторы этого же чтения могут давать разные случаи. У нас и фантомы могут всплывать. Короче, вот прям читаем все, что есть, прям неважно, что это. Read committed немножко получше, по крайней мере. Грязные данные, которые еще не закоммичены транзакции, не могут быть прочитаны. Но опять же там могут и фантомы всплывать и пропадать записанные строки в транзакции. Просто как будто их и не было. Но давайте немножко к приземленному, а именно к примерам. Пример я просто хочу поделиться вот с тем, что имея уровень snapshot isolation, программисту, который работает с базой данных, надо не просто писать запросики, а знать, что он работает на таком уровне изоляции и понимать, что у него есть аномалии конкурентного доступа. например, если мы этого не знаем и пишем какую-нибудь ну, делаем то, что сейчас в примере, я вам расскажу, что в примере. В примере, допустим, у нас есть аккаунт в банке, но в аккаунте есть сберегательный и расчетный счет. Банк позволяет по каждому счету заходить в минус, но как бы гарантирует, точнее, хочет гарантировать, и это прям вот то, чего ожидает приложение, что сумма этих двух счетов будет положительная. То есть, банк не дает в долг. И две транзакции. Они обе читают значение на счетах пользователя, анализируют его, а именно проверяют, что ту сумму, которую хочет списать каждая транзакция, дозволена к списанию, а именно как бы сумма денег на обоих счетах больше, чем сумма списания. Но транзакции немножко разные. Одна, допустим, снимает с сберегательного счета, а другая с расчетного. Вот. И если мы две такие транзакции конкурентно запустим в базе данных с уровнем изоляции snapshot isolation, обе эти транзакции при значительных как бы будут всегда отрабатывать, если анализ на этой стадии будет для них корректным. И даже если обе эти транзакции попытаются снять больше денег, чем есть суммарно на аккаунте, они обе завершатся. Ну, пример в числах. Допустим, на аккаунте есть 100 рублей, а каждая транзакция хочет снять по 99, но хочет снять с разных счетов. И тогда они загонят аккаунт в минус, хотя делали анализ, делали анализ транзакционно. Почему? Потому что прикос записи. Потому что эти транзакции пишут в разные поля. и при записи в разные поля на уровне снайпшот изоляции они не конфликтуют между собой. Так как одна транзакция сберегательный счет поправила, другая транзакционный, а видели обе они 100 рублей на счете, у них коммит произошел успешно. Только вот на счету стало там минус сколько-то там рублей, что не может радовать. опять же есть техники, которые позволяют работать на уровне снайпшот изоляции и не допускать этого. Например, обе бы транзакции, если бы записали в оба счета, обновили бы старым значением другой счет, который не трогали бы, они бы пересеклись по записи и тогда бы выиграла только одна транзакция, а другая откатилась. И вот тут принципиальная, то есть работать с этой базой данной на таком уровне изоляции можно, и можно придумать, как бы сказать, можно выстроить работу так, чтобы все было корректно, но это требует от разработчика усилий, он должен понимать то, с чем он работает, он должен понимать, какие ситуации могут быть, каких не может быть, и он должен ценой производительности перезаписывать большее количество данных в данном случае, как-то обходить недостатки того уровня изоляции, на котором он работает, обходить для достижения своего результата. Вот как бы вот это моя цель. Работать можно, просто осторожно. Чем выше уровень изоляции, тем легче. Программисту надо меньше понимать, что происходит вообще в системе, он просто работает в модели, в которой его абсолютно устраивают. Допустим, сервис изоляции этого бы вопроса о том, что здесь может быть проблема, даже бы не было. В случае выполнения этих транзакций одна за другой, у нас всегда бы выполнялась только одна, а вторая бы не выполнялась. Другая бы откатывалась. Ладно, дальше переходим. Здесь все то же самое, просто я должен был, наверное, последние несколько минут говорить с этим слайдом. Короче, Serializable Isolation нас избавляет от необходимости много думать, а снапшот изоляция в данном случае заставляет нас думать. Так вот, про Яндекс.Датабейс. У нас надежно хранятся данные, мы отказоустойчивые, у нас распределенные транзакции, сейчас будем рассказывать, как, и мы горизонтально масштабируемся поднорусской, тоже сейчас рассмотрим, как. Чтобы понять, как мы сделали транзакции над данными, нам надо сначала понять, кто выполняет эти транзакции, их свойства, что вообще участники транзакции умеют делать, и как именно мы этими свойствами пользуемся для достижения результата. немножко про данные. На этом слайде показано, как мы храним данные. Данные мы храним построчно. Каждый диапазон строк непрерывный мы храним в отдельной сущности. Я даже пока не называю эту таблеткой, но, наверное, уже можно назвать, про эту таблетку вы уже слышали. В такой сущности, как таблетка DataShare. У наших данных обязательно есть PrimaryKey. Это несколько колонок. Не меньше одной. Именно по PrimaryKey данные все отсортированы. Диапазоны этих данных лежат на разных DataShare. И DataShare является элементом масштабируемости нашей системы. Почему элементом масштабируемости? Немножко тоже об этом будем разговаривать позже. Забегая вперед. DataShare отвечает за свой кусок данных. Если у него много данных, DataShare может посплититься, так, чтобы породить два других DataShare, которые будут отвечать за меньшее количество данных. Запросы выполняются на DataShare к базе данных, поэтому чем больше DataShare, тем больше запросов базы данных может держать, тем более равномерно мы можем распределить на русском между надами, перестелять DataShare с одной на другую. Дальше. Про таблетку. Про таблетку вы уже слышали, я, наверное, поясню и тоже немножко с другого ракурса. Да, таблетка это некоторый набор акторов, вот просто акторы в самом их простейшем понимании, которые взаимодействуют между собой. Но эти акторы создаются особым образом, потому что они знают как минимум свой идентификатор, а по этому идентификатору они подцепляют всю эту машинерию distributed storage, про которую я сказал Влад, и умеют восстанавливать свое персистентное состояние. Причем все данные, которые они получают из distributed storage, не имеют никакого отношения к той ноде, на которой запущен этот актор. То есть вот таблетка как группировка акторов работает где-то, а данные она получает из distributed storage совсем других нод. Таблетка может перезапуститься, запуститься где-то еще на другой ноде в случае аварии либо для цели балансирования на русский, а данные все равно будет брать с группы, которая имеет избыточность, которая надежно хранит данные. Вот. В модели, ой, извиняюсь, в модели, в которой мы сейчас рассматриваемся, можно считать, что таблетка работает однопоточно. На самом деле под капотом нет, мы уже имеем несколько акторов, которые могут работать вполне конкурентно, но свой лог в распределенном хранилище она сериализует однопоточно. Поэтому можно считать, что таблетка свои данные хранит distributed storage, причем причем с уровнем изоляции не менее, serializable, а именно потому что она однопоточно принимает, что писать в лог, и никакой параллельности или конкурентности там нет. То есть все свои данные она менеджит сама. Единица отказоустойчивости системы таблетка является таблетка в силу того, что это достаточно легкий объект в системе. Если он пропадает вместе с надой, либо мы считаем, что таблетку надо переселить на другую наду, она очень быстро материализуется и подхватывается твой стейк на другой наде. И данные, если у нас под таблеткой становится много данных, мы как бы умеем делить между новыми другими таблетками, это экземпляр отказоустойчивости и масштабированности. Всегда работает только один экземпляр, это опять же вопрос к тому, что данные под таблеткой однопоточно изменяются, никакой конкурентности тут нет. Если у нас появился новый экземпляр таблетки, то он в начале своей работы захватывает блокировку над V-дисками, про которые рассказывал Влад, захватив эту блокировку, он имеет право единолично изменять эти данные. Таблетка очень легкая и в кластере миллионы, десятки миллионов экземпляров таких таблеток работают тогда, когда надо, просто если к ним нет запросов, то они и не едят спу, расходуют только память на свои кэши, и то как бы у нас все сделано таким образом, что кэш тратится только на реальные таблетки, которые сейчас под на русской, а те, которые просто ждут, из-под них кэш немножко помывается. Ну и при запросах они снова пойдут не в кэш, а получается пробьют его и пойдут в дистрибьют сторич, если долго стоим без на русский. Ну ладно, дальше. Вообще таблет, это у нас очень универсальный строительный блок, на нем построены не только даташарды, которые реализуют таблицы, на нем построено у нас абсолютно все. Это пользовательские таблицы, пользовательские очереди, сервис для хранения данных мониторинга, системные все таблетки, которые хранят мету информацию кластера, вы уже слышали про схема хранится в скимшарде, список всех таблеток, которые надо запустить на кластере хранится в хайве, конфижики в каком-нибудь CMS, и мы еще познакомимся с некоторыми таблетками для координирования. Можно коротенький вопрос, чтобы я понял, у вас записи разделены на группы, на шарды. С шардом работает одна таблетка в каждый конкретный момент времени или несколько таблеток? Одна. Шард и таблетка, если приходят к этой таблетке два запроса к этому шарду, она их отрабатывает как транзакцию, а если один запрос пришел, не может быть так, что запрос, затрагивающий этот шард, приходит к разным таблеткам? Мы сейчас и в дальнейшем, я отвечу на ваш запрос в ходе своего доклада, мы рассмотрим запросы, которые затрагивает один дата-шард, и запросы, которые рассматривают несколько дата-шардов. Прям это цель моего доклада. Чуть дальше. Я имел в виду нераспределенный запрос нескольким шардом, а к одному и тому же шарду, но может быть два запроса, к одному и тому же шарду, они могут попасть на разные таблетки, или они станут в очередь в этой? Если запросы к одному и тому же ключу, это точно запрос к одной и той же таблетке, потому что один ключ лежит ровно в одной таблетке. Вот у нас строки как бы неделимым образом переезжают между таблетками. Если данных на шарде станет много, мы найдем ключ, по которому разбить множество строк, по которому мы разобьем множество строк на несколько частей, на две в простом случае, и породим два других шарда, которые будут отвечать за множество этих строк. Верхний и нижний, условно говоря. Короче, дальше. Кластер, вы уже видели эту картинку, он представлен так. Только Влад рассказывал про то, какой у нас там хороший стороч и хранит в разных фрейл-доменах разные кусочки данных и знает про то, где у нас стоки, где у нас дата-центры, так, чтобы сохранить это и достичь модели отказа хранения. А я же хочу на это посмотреть с другой стороны. Вот у нас есть стороч, который хранит там, неважно, где, а у нас есть просто вот надо всем этим кластерам пул CPU и памяти. И наши таблетки, о которых мы говорим, и таблетки, которые отвечают за пользовательские данные, и системные, они вот просто в этом пуле могут располагаться где угодно. И переезжать в случае необходимости могут также очень быстро и эффективно. Если мы хотим увеличить кластер, мы просто добавляем ноду, диск уходит в storage часть, от CPU и память расходуется с таблетками. И вот важно прям понимать, изначально вот вы спрашивали меня про кэши и все такое, у нас распределенная система и условно говоря неприятности происходят всегда. Вот мы сейчас с вами говорим, а у нас там какая-нибудь иногда выпала в нашем кластере. И пользователь всегда видит некоторый фон ошибок от системы. Вот прям без этого никак. Это распределенная система, что-то может пойти не так, что-то может уйти, и к ошибкам пользователь должен быть готов не менее, чем к корректному выполнению результата. И эти ошибки он должен корректно отрабатывать. Если всего лишь надо вышло из строя, и он не может к ней подконнектиться, надо подконнектиться к другой наде, которая есть в кластере. Если он послал запрос и не достучался до таблетки, потому что она сейчас испытывает файловер и переходит с одной наде на другую, он должен взять и попробовать этот запрос еще раз. Если как бы даже самое страшное может происходить, что может происходить в распределенной системе, а это мы поставили запрос и на данный, который мы поставили запрос, сдохло. И мы не знаем, что произошло. Это прям андитермент состояние. но единственное, в чем мы можем быть уверены, это в наших гарантиях наших транзакций. А именно, тот запрос, который мы послали, он либо применится, либо нет. И точно либо применится весь, либо не применится вообще никак. А если он применился, то его данные будут надежно сохранены. И в распределенной системе нет такого, что пока у вас работает сервис, точнее сервер, одна машинка у вас, значит там все хорошо. И проблемы как бы либо нет, либо если есть проблемы, то у вас и базы нет. Условно говоря. Потому что машинка сдохла, у вас базы нет. Все. Здесь у нас другая ситуация. Здесь у нас есть база, но в ней всегда есть проблемы. Но проблемы в рамках модели. Потому что если проблемы не в рамках модели, считайте, у вас базы нет. Но такого как бы очень маловероятно. Вот всегда есть база, всегда есть проблемы. Всегда надо к ошибкам быть готовым. То есть это, Семен, маленький просто комментарий. Тут Виктор должен был убежать, он вопрос про теорему Брювера. Вот я так понимаю, что вот то, что вы только что рассказывали, это означает, что доступность у нас вот в точке доступности у нас и есть как бы тут по этой теореме пробел. Ну, не пробел, а так сказать. Известная такая штука. Я не понял, что вы говорите, если честно. Ну, смотрите, значит, кап теорема, что у вас распределенная система, распределенная база данных, и обязательно где-то будет, где-то что-то обломится, либо в согласованности, либо в доступности, либо в устойчивости к разделению. Ну, да. То, что вы сказали, это относится к доступности. То есть не любой запрос у вас выполнится. Вот это, наверное. Доступность тут тоже надо понимать. Как бы на любой запрос мы можем сказать, что, типа там, извините, нады нет, на которые вы пошли. Но это не значит, что база недоступна. Значит, надо из списка над взять другую наду. Нет, все. Я все понимаю. Я имею в виду, что доступность, которая при формулировке вот этой теоремы была, что любой запрос к распределенной системе завершается корректным отпиком. То есть вот этого... У нас в рамках модели отказа любой запрос должен завершиться ответом. Но если вы, условно говоря, выбьете нам два дата-центра из трех, то как бы база данных не работает, кап не нарушается. Мы не можем работать с одним дата-центром, мы гарантируем... Нет, нет, нет. Ребят, ну, Сереж, из трех этих букв кап, консистентность они всегда обеспечивают, если выполнится распределенность у них по сути своей, то есть эти две буквы выполняются. А результат либо будет, либо не будет. Если что-то поесть, байне, то есть доступности, эксцесса у них нет. Я ровно об этом и говорю, да, это вот то, что Виктор спрашивал, вот ответ на его вопрос. Стоит понимать, даже в базах данных, в которые заточены на доступность и теряют консистентность, да, вот, в них тоже вы приходите в эндпоинт и пытаетесь выполнить что-то. Но если у вас этот эндпоинт прямо из-под ног ушел, как бы тут тоже вам надо пробовать другой эндпоинт. Аналогичная проблема. Не, не, хорошо, тут не с точки зрения критики, это понятно, это просто, чтобы на вопрос ответить. Все, ладно. Да, мы консистентны в первую очередь, а потом уже доступны. То есть я могу переформулировать, мы высокодоступная система в рамках модели отказа, но мы не полностью доступны. Да, да, хорошо. Дальше. Здесь просто о том, как устроена таблетка, а именно у нее есть лог, который она пишет в распределенное хранилище. Этот лог полностью сервизован, пишется одним потоком. Таблетка свои данные, которые хранят в распределенном хранилище, для прикладной логики самой таблетки представляет тоже в виде таблицы. А прикладной логики таблетки я уже рассказывал, что их может быть у нас много. Так, где у нас здесь? Здесь могут быть системные таблетки, пользовательские таблетки, поэтому все эти таблетки это одно и то же. Просто заменен прикладной уровень. И каждый вид таблетки хранит просто другой тип данных в дистрибьюторе сторожа. А так очень универсальный блок. Сам Datashart в силу того, что он хранит, скажем так, по-другому, Datashart хранит пользовательские данные. И так как Datashart являются таблетки, он хранит пользовательские данные в дистрибьюторе сторожи, поэтому он хранит в нем их надежно и умеет их транзакционно менять. То есть Datashart свои данные меняет самостоятельно и может выполнять все запросы, которые адресованы только к одному шарду, а именно к нему. То есть все киргэллии запросы выполняются одним единственным Datashart. И транзакционно здесь просто внутри Datashart за счет того, что он таблетка. Примитив масштабируемости, я уже много раз подсказал, он может рестартовать, не теряя своего стейта, быстро приподниматься в других частях кластера и разделять свои данные мы называем сплитом для того, чтобы не хранить под собой много данных. Так, дальше идем. А теперь мы поговорим, как мы делаем именно запросы, которые затрагивают несколько шардов. Во-первых, мы не весь класс запросов, мы не можем любую транзакцию выполнить над нашей системой распределенно. мы выполняем некоторое подмножество запросов, распределенных нашими шардами. И задача уже языкового транслятора, чтобы в SQL-чик, некоторый диалект SQL-а, выразить в наборе таких атомарных распределенных запросов. И под атомарным распределенным запросом мы подразумеваем следующую сущность. Во-первых, это должна быть атомарная операция над шардами, которая либо применит все свои изменения над всеми шардами, либо не над какими. Нельзя применить в запросе поменять только половину из тех шардов, которые хотели. Выполнение изменения собственно атомарного запроса всегда детерминировано. Это значит, что мы можем просто в разные моменты времени на разных шардах выполнять этот запрос и придем к одному и тому же результату. То есть там нет завязки ни на времени, ни на какой-то рандом, только от входных данных и от логики собственно запроса. И самое большое ограничение такого атомарного распределенного запроса это то, что для него мы должны знать набор ключей откуда читаем и набор ключей куда мы будем писать. Это вот прям смотрите это мы умеем атомарно над кластером выполнять распределенные запросы. Но класс таких запросов очень узок потому что им нужно знать read-write сеты их выполнение должно быть детерминировано и это прям не все запросы не любая программа но дальше но как бы мы умеем SQL выражать в несколько таких атомарных распределенных запросов и их выполнять и вот это вот наша как бы сущность дальше я расскажу как мы SQL транслируем примерно в такие атомарные запросы и какие-то подводные камни но сейчас вот просто погрузитесь глубже вот есть атомарный запрос он ограниченный но у него есть свойства и его надо выполнить над несколькими даташардами детерминированно и как бы вот транзакционно и это тоже сложная задача и вот как именно мы ее решаем мы сейчас погрузимся глубже а потом снова всплыем наверх и посмотрим как из таких атомарных запросов которые мы уже транзакционно выполняем мы делаем SQL то есть вот вообще как делать такие атомарные распределенные запросы над кластером мы придумали не сами такой подход а мы повзависимствовали это у такой теоретической базы данных Calvin как бы теоретических это вот сейчас есть FaunaDB она родилась из Calvin а вот была публикация от Buddy и Thompson о том что такое детерминированное выполнение распределенных транзакций мы этой статьей вдохновились и сделали так же по сути только немножко по другому вот что в этой статье самого главного она постулирует очень простую и мощную мысль если каждая транзакция выполняется детерминированно то их упорядоченное выполнение так же детерминированно а именно вот смотрите на слайд ниже у нас атомарный распределенный запрос выполнение одного атомарного запроса детерминировано и если мы закрепим порядок выполнения таких атомарных распределенных запросов то их выполнение будет детерминированно то есть все что нам не хватает к атомарным распределенным запросам это определить порядок этих запросов и никогда его не менять если мы определим порядок запросов в базу данных то мы получим детерминированность всех наших транзакций всех наших запросов можно еще разок слово детерминированное это понятно, а детерминированное детерминированное это то, что результаты выполнения транзакции зависит только от фарных данных и от операции, нет чего другого ну то есть это и относится к транзакции или относится к ее частям? это относится к ее частям то есть каждая часть, сколько бы раз выполнялась на данном состоянии данных даст один и тот же результат ну смотрите, да, пример такой в даташарде есть значение переменной оно сохранено в даташарде переменная это а и мы хотим к ней прибавить число 5 5 это записано в программе в запросе и мы должны быть уверены что даташард к а прибавит 5 и получит а плюс 5 и если мы знаем, что даташард прибавит к а 5 тогда, когда там было 9 то мы всегда получим 14 и никогда ничего другого кроме 14 не произойдет то есть там не будет прибавлен рандом там не будет вызвана функция дай мне время там не будет вызвана функция а какой сегодня день да? понятно, то есть оно ни от чего не зависит кроме как от самих данных а будем прибавлять 5 сейчас а может быть на секунду позже а может быть через день вот может быть на одной машине а может быть повторим эту операцию на другой машине на которой другой процессор вот то есть детерминироваться где бы мы это ни делали мы получим один тот же результат вот вот и все поэтому вот наша система она такая хорошая и ей нужен порядок чтобы стать еще лучше и вот дальше я буду рассказывать о том как мы добились порядка выполнения таких детерминированных распределенных транзакций теперь вернемся снова на уровень вверх у нас есть общий вид нашего запроса клиент хочет вообще недетерминированной распределенной транзакции он хочет запросик он хочет транзакцию он хочет сделать begin транзакцию пару запросиков commit транзакцию ему не видны непонятные все наши сложности и тонкости поэтому слева нарисован клиент а в серединке нарисован сервер который принимает эту транзакцию понимает что хочет клиент с точки зрения ну как бы SQL под каждую транзакцию как бы заводится некоторый контекст этой транзакции и все его запросы вот тут может быть не очень удачно потому что у меня query 1 query 2 повторяются и там и там разным цветом но на самом деле все его запросы транслируются в другие запросы а именно в атомарные распределенные детерминированные запросы к шардам их может быть больше почему потому что клиент может сказать я хочу прочитать по индексу значение ну как бы вот я не вдаюсь там в детали синтекса просто вот из индекса прочитать какое-то значение которое лежит в основной таблице и это то что хочет клиент а какие у нас сложности нам надо это выразить как извиняюсь нам надо это выразить как атомарный распределенный запрос давайте посмотрим можем ли мы это выразить атомарная операция над шардами ну да мы можем это сделать выполнение операции детерминированно ну тоже можно это сделать нам всего лишь надо прочитать но в таком запросе мы не знаем рейт в рейт сеты потому что по индексу мы знаем но ключ в который надо идти в основную таблицу по результату чтения из индексной таблицы мы не знаем понятно то есть мы не знаем куда идти за данными при чтении из основной таблицы потому что мы знаем только ключ индексной таблицы поэтому такой запрос клиента мы будем на сервере бить на несколько запросов каждый из которых имеет определенный рейт в рейт сет а именно в первом запросе мы прочитаем из индекса получим результат и только во втором запросе на стороне сервера мы пойдем в основную таблицу зная уже куда идти и только после этого мы сможем там сделать другие действия которые хочет там клиент но в нашем случае просто вернуть ему ответ а именно простой запрос клиента прочитаем не по индексу для нас выльется в два запроса к шардам которые будут выполнены последовательно но зато они будут выполнены распределенно транзакционно и как бы с фиксированным порядком внутри системы причем фиксированный порядок будет достигаться не только между этими двумя запросами а вообще между всеми запросами к системе которые нуждаются в координации так давайте дальше нам надо получить порядок всех транзакций которые происходят в системе для этого давайте предположим как бы мы могли это сделать мы сделали это не так как на картинке происходит но эта картинка просто наглядное понимание того в чем хотим а именно мы хотим создать порядок все транзакции переходящие в систему мы могли бы направить в специальную таблетку таблетку координатора которая увидит просто идентификатор этих транзакций и в свою базу которая хранится в дистрибьюторе сториджа запишет надежно их порядок тем самым порядок будет зафиксирован и потом уже координатор расскажет всем дата шардам о том какие транзакции каждый дата шард должен выполнить и в каком порядке в нашем примере у нас тут несколько транзакций пришло ABCD они затрагивают разный набор шардов сперва координатор принял эти транзакции и назначил им какой-то порядок тут даже не важно какой главное что он его назначил и никогда больше не поменяет а потом всем дата шардам рассказал в каком порядке что надо выполнять причем каждый дата шард увидел только свой частичный порядок потому что знать о тех транзакциях которые на нем не выполняются ему не надо они его не касаются это не влияет на общий как бы сказать прогресс вот и все такая система будет работать такая система будет работать корректно она будет нашу систему во-первых что она даст нашей системе она нам даст сразу сериалайзабл уровень изоляции потому что мы назначаем какой-то порядок в координаторе и дальше придерживаемся потом все дата шарды этому порядку следуют это не стриг сериалайзабл потому что здесь же опять же порядок координатор может немножко пошафлить в каком-то своем понимании он может не быть привязан к времени но как бы он четко есть дальше но наша система которая здесь представлена она как бы очень далеко не идеальна потому что все запросы которые есть в базу прогонять через одну единственную таблетку координатора это ну так оно не будет работать оно будет работать корректно но не очень эффективно поэтому как мы масштабировали наше решение опять же последовательно во первых мы на координаторе выделили квантопланирование это квантопланирование просто такая ботчевание входящих запросов и записи в distributed storage не на каждый входящий запрос а на каждой законченной квантопланирования то есть координатор смотрит на часы и каждый там условно несколько миллисекунд все входящие запросы фиксируют в них порядок и записывают порядок в свою базу данных и только после записи этого порядка в базу данных он рассказывает что же надо делать здесь мы соптимизировали просто работу координатора и его хранилище мы реже ходим в distributed storage а соответственно экономим ресурсы полезная оптимизация но все равно так работать не будет почему потому что все равно таблетка координатора в предыдущем примере одна и она не выдержит просто миллион рпс поэтому мы на базу данных создаем много координаторов несколько все запросы мы распределяем между этими координаторами по функциям решения просто от номера транзакции в номер координатора однозначно и каждый координатор сейчас будет видеть только часть транзакции которые приходят в систему и в своей будет работать все то же самое с квантинами с квантами планирования но в свою базу данных которые приняты координатору будет сохранен тоже план но этот план будет неполный это будет часть плана и эта часть не самодостаточна то есть каждый дата шарт должен получить для каждого кванта планирования мнение всех координаторов чтобы составить полный план тех транзакций которые должны быть выполнены в рамках этого квантопланирования только после того как он получит мнение всех координаторов он может начать выполнение транзакций которые вошли в этот квантопланирование выполнив их он может приступать к следующему квантопланированию тем самым что мы здесь получаем координаторы получают фронную нагрузку сохраняют ее в своей базе данных здесь мы поделили всю входящую на русскую на несколько таблеток каждая таблетка работает независимо друг от друга синхронизация происходит только на дата шарда когда дата шарт вынужден дождаться всех мнений координаторов и это хорошо какой-то координатор тормозит какой-то убегает вперед мы работаем по сути по самому медленному потому что мы должны дождаться всех но это тоже неплохо как минимум мы не завязаны на то что у нас есть единая точка через которую проходят все запросы у нас нет такой точки эта система уже более работоспособная и она могла бы так работать но здесь есть тоже подводный камень давайте взглянем на эту модель с другой стороны а именно каждый координатор должен связаться со всеми дата-шардами и доставить до них свое мнение о том что надо выполнять в конкретной квантпланировании и здесь мы получаем квадрат связей координатор дата-шард ну как бы это просто очень нерационально очень много и по сути все со всеми общаются и тратится много ресурсов поэтому мы так как дата-шардов может быть там миллионы координаторов десятков ну это просто дорого и мы сделали немножко по-другому мы ввели промежуточный слой медиатора теперь что теперь из частичных планов которые делают координаторы мы варим общий план на медиаторах и каждый медиатор рассказывает план глобальный план своему множеству дата-шардов в этом решении у нас есть квадрат связи координаторов и медиаторов но так как и тех и других там десятки то здесь считайте константа этих связей и линия связей между координаторами дата-шардов потому что каждый координатор имеет ровно своего медиатора с которым он получает глобальный план по сути таких мы сделали ну да медиаторов которые варят из частичных планов глобальный план системы и вот эта вот система у нас и работает и работает как бы хорошо дальше а здесь я уже погружаюсь в еще одну оптимизацию это то что у нас есть большое тело транзакции и его таскать через все таблетки координаторов медиаторов вместе со всеми этой информацией просто нерационально поэтому запрос прежде чем идти на координацию сохраняет свое тело в самом дата-шарде на котором он будет исполняться а только потом уже через координаторов и медиаторов пропускается только мета-информация по сути идентификаторы транзакции идентификаторов read-write сетов ну то есть всех дата-шардов через координаторы медиаторы вот тоже такая оптимизация которая у нас есть и именно так и работает так теперь мы переходим к тому что мы знаем что мы делаем к подсчету тому сколько это стоит немножко еще про эту систему вот про это все здесь я вам рассказал о том как мы на дата-шардах выполняем не весь запрос который пользователь нам задает а только запрос который является атомарным распределенным запросом вот с этими ограничениями все запросы пользователя мы выражаем в последовательность таких атомарных распределенных запросов со всеми их ограничениями но которые мы умеем атомарно изолировано выполнять на множестве шардов каждый шард будет выполнять транзакцию в разное время если эта транзакция затратит несколько шардов он точно будет выполняться в разное время но порядок выполнения транзакции на дата-шар дах у нас в системе фиксирован и никогда не меняется тем самым как бы мы соответствуем идее Abadi с их базой данных и мы как и они выполняем над кластером детерминированные транзакции с внешним как бы сказать заданием порядка с внешним порядочным вот именно так теперь давайте дальше про overhead я думаю я не особо если честно уверен что вам это интересно поэтому давайте как-то не так более погруженного деталя потому что понятно что overhead есть просто в этих слайдах я его посчитал в какой модели я это считал я считал что я не учитываю сам запрос сколько запрос читает потому что запрос может читать одну строчку а может читать там гигабайты поэтому все что делает сам запрос у меня как бы не учитывается я считаю что все метаданные транзакции в памяти и как бы получить их ну бесплатно и я считаю что если мы из одного компонента параллельно делаем запросы в несколько других то время их выполнения является просто по сути одним хопом потому что все одновременно будет выполняться и мы просто выполнимся с временем худшего из них но как бы округляем просто это один хоп класса запросов которые мы рассматриваем это read only запросы которые затрагивают один шард write only который запородирует один шард read only и write only который затрагивает несколько шардов и самое мощное это read write операция которая затрагивает нескольких шардов read only который затрагивает один шард самая простая операция самая эффективная в нашей базе данных потому что это просто кей-вэлли операция она может быть над одним ключом может быть на нескольким ключами важно чтобы все ключи затрагиваем в этой операции попадали на один шард и как бы мы просто пойдем конкретно в этот шард выполним там запрос без всякой внешней координации с координаторами в силу того что дата шард это таблетка и дата шард свои данные изменяет под собой с уровнем изоляции сериалайзабл мы просто доверимся что он где-нибудь между транзакциями которые были запланированы вставить наш запрос выполнит его так как он не влияет ни на другие шарды закоммитит его и вернет нам ответ поэтому здесь как бы просто у нас один ртт а так как это редонли запрос то мы как бы даже ничего не будем ходить в distributed storage потому что не потому что нам не надо ходить в distributed storage а потому что в рамках моей модели в которых я подсчитываю overhead мы игнорируем все что связано с запросом понятно то есть запрос может вычитывать одну строчку которая лежит в кэше поэтому нам в distributed storage можно не ходить или запрос может затрагивать сотни строк которые уже там десятки тысяч строк которые не лежат в кэше и нам надо будет сходить в distributed storage и получить будет больше конечно же latency но опять же в рамках моей модели это не важно потому что мы игнорируем все что связано с запросом поэтому просто сходили в даташарт что-то сделали вернули ответ один RTT другое дело это уже write-only запрос в моей модели мы пойдем в даташарт а даташарт вынужден будет сходить в distributed storage и сохранить результаты потому что нам надо что-то записать он не может это просто оставить в памяти у себя и сказать что я записал он честно пойдет на распределенный storage и честно там запишет эти данные как говорил Влад без кэшей без без смс и без регистрации извините вот поэтому здесь у нас стоимость запроса уже один RTT и один write один write в распределенное хранилище следующий класс запросов это read-only и write-only но уже на группе даташардов здесь немножко подсчет будет сложнее давайте следуйте за мной вместе первым делом мы сохраним тело запроса как я и говорил это просто наша оптимизация чтобы не таскать много данных по машинерии координаторов и медиаторов в данном случае нам конечно это прибавит latency но мы честно считаем поэтому мы сохраняем тратим на это один RTT плюс один write потому что даташард этот запрос заперсистит он будет помнить что к нему приходили и возможно потом будет необходимость выполнять этот запрос в будущем даже несмотря на то что даташард к этому во времени может приехать между надами поэтому он должен заперсистить этот запрос дальше после того как мы сохранили тело транзакции на даташардах мы пойдем обгруппировку координаторов медиаторов на координацию этого запроса а именно что мы вообще мы от этого хотим у нас есть запрос который даташард готовы выполнить но они не знают когда и мы идем в координаторы медиаторы чтобы понять когда даташарды будут выполнять этот запрос а именно до координаторов это поход в одну сторону я это посчитал условно 05 RTT мы отправим сообщение с просьбой запланируем координатор потратит некоторое время на бычевание про тот квантопланирование которое я рассказывал потом он в свою базу данных запишет порядок этого квантопланирования и только после успешного записи записи о порядке транзакций в рамках квантопланирования он свой частичный план передаст на медиатор медиатор соберет все частичные планы с координаторов на этом слайд закончен от координатора до медиатора мы потратим еще 05 RTT дальше запрос будет следовать следующим шагам медиаторы собрав глобальный план для квантопланирования перешлют этот план затрагиваем дата шарда это тоже посылка в одну сторону поэтому я считаю это как 05 RTT дата шарды получив план сделают следующее во-первых они надежно запишут в свою базу данных о том что они неважно это было ред он ли либо райт он ли операции о том что они этот план получили произведут вычисления о том что им надо будет прочитать там с distributed storage либо дополнительно записать результаты вычислений я здесь уже не учитываю потому что ну во-первых то количество которое надо прочитать это уже не вписывается в мою модель это зависит от запроса в общий случай они читают скеша вообще а записать персист txbody и сам факт того что у нас это write-only транзакция была они как бы склеиваются в одну запись то есть когда мы делаем write-only транзакцию у нас на этом плане запись о том что мы получили план от медиаторов и запись самих результатов происходит как бы за один хоп к персистентному хранилищу склеиваются поэтому здесь не два write-a а ровно один write и выдача ответа это тоже 05 rtt в результате просуммируем это все мы получим что у нас стоимость таких запросов это 6 rtt 1 квант планирования и 3 дисковых операций вот дальше а дальше самая самая вообще мощная транзакция которая есть у нас в системе давайте здесь сделаем паузу и просто чтобы понять эту транзакцию я вам задам вопрос а вы поняли вот эти вот ro rv и медиа транзакции есть по ним вопросы коллеги есть вопрос ну в целом рассуждение понятно можно расследить я повторить не смогу я не расслышал извините сходу ваше рассуждение я повторить не смогу но идея понятна окей идея понятна я услышал хорошо дальше самый мощный класс запросов это то запроса когда мы хотим атомарно прочитать и записать на основе прочитанных данных давайте рассмотрим как мы это делаем ну во первых такой класс запросов извините такой класс запросов тяжелее будет чем предыдущий класс запрос мы его применяем не всегда точнее как бы мы стараемся минимизировать его используемых используй использование тогда когда мы вот берем запрос пользователей раскладываем на атомарные детерминированные транзакции мы стараемся применять как можно меньше рв транзакции при таком разложении а именно мы применяем рв транзакцию в самом конце когда применяем локи как бы мы читаем локи но это немножко попозже расскажу мы будем читать локи и записывать результат итого класс транзакции класс транзакции рв мощный дорогой применяется тогда когда есть высокая конкуренция над данными потому что здесь данные читаются и изменяются без возможности их модифицирования где-то там со стороны то есть считаете атомарно читаются и изменяются без всяких дополнительных локов либо каких-то там пометок о том что мы эти данные прочитали просто атомарно изменяем данные все как мы это делаем в начале мы тоже пойдем и запишем на все затрагиваемые дата шарды тело транзакции здесь у нас как бы я выделил два вида дата шардов это те которые участвуют в чтении те которые участвуют в записи они могут пресекаться с некоторых дата шардов можем и читать и писать здесь просто я разделил эти множество все-таки есть те которые сочетаем и те которые пишем сохраним на них тело транзакции на это потратим тоже один ртт и одну запись как и в предыдущем классе запрос потом мы с метаинформацией пойдем на координацию там все то же самое стоимость координации такого запроса не отличается потому что мы просто ставим эту транзакцию в очередь на координаторах и рассказываем дальнейшее всей системе о том в каком порядке надо что выполнять потом когда медиаторы собрали глобальный план из частичных мы дата шардом хочешь если кто-нибудь вопрос окей окей извините после того как медиаторы собрали глобальный план в системе из частичных с координаторов они рассказывают это всем дата шардом здесь начинаются уже некоторые расхождения что мы потратим на рассказ это полртт и одну запись каждый дата шард сохранит полученный порядок транзакции у себя в базе данных и дальше дальше у нас различия почему потому что сначала должны отработать и отрабатывают дата шарда которые читают данные они должны отправить результат чтения дата шарда которые пишут данные дата шарда которые пишут данные должны эти данные записать и только потом выдать ответ причем дата шарда которые читают данные они вместе с план степом вместе с порядком транзакции которые они должны выполнить в свою базу данных запишут не только предок этих транзакций но и также такую важную вещь как out reset здесь так написано а именно что такое out reset это именно те данные которые дата шарда которые читали пересылают дата шарда которые пишут для чего для того чтобы дата шард прочитал данные которые нужны для транзакции понял что ему надо отправлять и вместо того чтобы держать эти данные в неизменном виде чтобы иметь возможность постоянно их перечитать в случае чего чтобы повторить отправку он просто эти данные которые должен отправить отложит в сторонку и в случае чего будет отправлять их еще раз дата шардом которые должны сделать запись еще раз для чего Для того, чтобы Datashart, который выполняет чтение, мог выполнить транзакцию и перейти к следующим. И иметь возможность изменять эти данные, выполнять другие транзакции. И если у нас, допустим, каким-то причинам немного отстает write Datashart, чтобы только он и отставал, а read Datashart мог двигаться вперед. Поэтому read Datashart, те данные, которые должны перенаправить другом Datashart, просто отложит в сторонку и в случае чего там повторит отправку. write Datashart эти данные примет, доделает транзакцию, отправит ответ пользователю. Поэтому, как будто я вот здесь вот по всем стадиям собрал, сколько на это тратится, и того я получил, так, секундочку, я не вижу, сколько я получил, 7,5 RTT, 1 план кванта планирования и 4 дисковых операции. Это немного больше, чем R, O, либо write-only класс запросов. Но он мощнее. Итого, подведем, как бы сказать, итог. Самыми эффективными это, конечно же, являются одношарные операции, и это k-value на русском, когда нам надо просто прочитать, либо записать в один Datashart. Мы не тратим времени ни на какое внешнее координирование, ни на какое конструирование порядка транзакций в системе, просто потому, что все запросы выполняются на одном Datashart. Это Datashart-таблетка, он свой лог пишет однопоточно, лог своих операций у него сериализуем. Поэтому полная изоляция всех действий, которые выполняет таблетка единолично. Но если нам надо выполнить такую транзакцию, которая должна быть выполнена на нескольких шардах, причем она должна быть выполнена атомарно, то есть не может быть такого, что половина Datashart выполнена, а другая нет, то нам нужна внешняя координация таких операций. Нам надо достичь, чтобы все Datashart выполнили эту операцию, чтобы они ее выполнили в определенном порядке, только так мы достигнем детерминированности системы в общем. И для этого мы используем машинерию координаторов и медиаторов, которые задают этот порядок, могут держать большую нагрузку входных транзакций, благодаря тому, что координаторов много, медиаторов много на базу данных. Это влияет на стоимость таких транзакций, но все же это нам позволяет их выполнять. Дальше. Теперь мы вернемся к тому, как мы выполняем вообще серию таких распределенных запросов. Так, ладно, давайте прежде чем к следующему пункту остановимся и спросим, есть ли здесь вопросы. Ну, тут, я бы, может быть, к концу уже этот мой вопрос у меня там, может быть, есть. Ну, коллеги, есть сейчас какие-то быстрые вопросы по этой части? Ну, давайте, наверное, сейчас вы собираетесь, это фактически последняя часть рассказа, да, про выполнение транзакций таких вот. Вот у меня сейчас программ транзакций, да. Давайте, смотрите, сейчас до этого мы погрузились очень-очень глубоко и рассуждали об очень сложных вещах. И, наверное, вы, как и я, иногда путаетесь, а зачем? Ведь, как бы, клиент-то не это делает, клиент не это выполняет, клиент, как бы, ничего этого не видит. Мы рассуждали совсем о таких потайных вещах. Сейчас я постараюсь это все связать вместе. То есть давайте поднимемся на уровень вверх, на самый верх, и увидим клиента, у которого есть begin транзакции, запросы внутри транзакции, commit транзакции. Наш сервер, который эти запросы в рамках транзакции расщепляет на несколько, но именно таких, которые уже могут выполниться на шардах атомарно, распределенно и детерминированно, для которых известны ретро-райтсеты. То есть запросы у клиента не равны запросам на сервере. Это некоторая переформулировка их. Запросы на сервере, они специфичные. У них ретро-райтсеты известны. Если неизвестны, просто значит нам надо сделать больше запросов, каждый из которых будет уточнять ретро-райтсеты. Но остается вопрос. Вот мы выполняем один запрос за другим, потом еще другим. Скорее всего, мы читаем, читаем, уточняем ретро-райтсеты, либо просто читаем то, что говорит пользователь. Но все это мы должны сделать в рамках транзакции. А ведь каждое чтение, допустим, оно выполнялось атомарно на всех шардах. Но ведь одно в выполнении этого чтения атомарно на всех шардах и другое уже в следующем запросе, вообще-то могут прочитать разные данные. Потому что данные могут измениться другими транзакциями, которые выполняются конкурентно. И здесь я хочу поговорить о том, как мы не в рамках одного запроса сохраняем консистентность, точнее не консистентность, а изолированность. А в рамках всей транзакции сохраняем изолированность. Ведь смотрите, все, что мы обсуждали до этого, это про один квери, который сервер выполняет на всех шардах. Прям вообще атомарно. Там, когда выполняется этот запрос, он считывает, по сути, срез данных, и никто ничего их не может поменять, потому что у нас есть глобальный порядок этих запросов, и как бы вот в рамках этого глобального порядка все выполнилось. Но когда мы имеем несколько таких запросов, между запросов в рамках одной транзакции, между одним запросом в рамках одной транзакции и другим, могли быть вставлены запросы другой транзакции. И это нормально. Так вот, мы… Что мы делаем? Во-первых, мы все наши запросы клиента транслируем в следующие запросы на сервере. А именно, все наши запросы на сервере, они читающие. То есть, query1 и query2 — это только редон для запроса. И только commit у нас запрос, который и читающий, и пишущий. Это, по сути, некоторое отличие, и очень большое отличие от SQL. Допустим, на нашем SQL нельзя написать insert что-то, insert что-то. Почему? Потому что insert — это чтение и запись. Первый запрос insert что-то — это будет чтение и запись. А второй insert — это снова чтение и запись. А чтение нельзя делать после того, как мы уже сделали запись. У нас есть ограничение для нашего SQL, что все записи должны быть сделаны в последнем, как бы сказать, этапе транзакции. По сути, вместе с коммитом. Благодаря этому ограничению мы можем построить распределенные вот эти вот наши детерминированные транзакции в виде того, что все они будут только читать, 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 и только в конце мы будем и читать, и писать. По сути, у нас может быть серия как read-only, одношардовых, read-only, мультишардовых, и последний будет rv-запрос. Почему последний будет rv-запрос? Потому что в первых запросах мы будем читать данные. И мы при чтении будем эти данные помечать как заблокированные на самих шардах. Ну, не то чтобы заблокированными, а помечать, что мы их прочитали в такой-то транзакции, в таком-то запросе. А при коммите мы прочитаем все наши выставленные блокировки, и если они все еще валидные, и никто их не сломал, то мы сделаем запись. А если они были сломаны, какой-то транзакции, которая записала в те данные, которые мы прочитали, то коммит не пройдет. Тем самым мы достигаем уровня изоляции сериалайзера. Причем сериалайзер был на момент коммита. Еще раз. Мы несколько отдельных атомарных запросов... Сейчас, секундочку. VQR транзакция разделяется на несколько атомарных запросов. Причем для каждого запроса мы будем иметь read-of-right set. И мы всегда так можем сделать, потому что мы можем сделать просто больше таких атомарных запросов, если в каком-то случае, допустим, при обращении по индексу нам неизвестен ли этот read-of-right set. Мы просто сделаем больше атомарных запросов, прочитаем несколько раз. Каждый такой запрос при чтении будет захватывать оптимистическую блокировку над диапазоном данных, которые он прочитал. Такая блокировка хранится на самом дата-шарде. Все изменения в такой транзакции будут применяться на последнем коммите транзакции. Последний коммит транзакции будет выполнен как в виде RV-транзакции. Она читает значения блокировок на тех дата-шардах, которые участвовали во всей транзакции. И если они валидны, применяет запись на всех дата-шардах, которые они как бы должны что-то сохранить. Вот так вот. То есть дальше я немножко буду рассказывать, как у нас взаимодействует несколько атомарных запросов между собой и что бывает, когда мы другой транзакции ломаем блокировки. Вот. Ну, давайте это и расскажем быстро. У нас есть несколько запросов. Первая, скорее всего, RO, и вторая RV. Я, кстати, не сказал, но да, у нас вполне возможно быть, что весь запрос пользователя — это, допустим, только RO-транзакция, либо только RV-транзакция. Не обязательно это последовательность. Поэтому все эти классы, которые мы с вами рассматривали, да, они имеют место быть. Просто в общем случае это все-таки последовательность RO от атомарных операций над шардами и финальная RV. Так вот, мы здесь читаем какие-то данные. Над этими дата-шардами, над теми диапазонами данных, которые почитали, мы берем семистический лог. И в последней RV-транзакции мы делаем прям честную RV-транзакцию, но чтение — это проверка верна ли блокировка. Все дата-шарды, которые будут записывать данные, это вот дата-шарды Y и Z, они получают значение оптимистичной блокировки. Если оно валидно, то производят записи. Если же у нас между A и B была какая-то конкретная транзакция C, которая на дата-шарде поменяла данные, ну, она, допустим, была слепой записью и взяла и поменяла данные, так как слепая запись, она ничего не проверяет, то последняя операция RV в рамках всей транзакции обязана на всех дата-шардах, которые будут записывать данные, увидеть, что блокировка сломана. Тем самым ни один из дата-шардов не применит изменения всей транзакции к своим данным. Тем самым мы достигнем атомарности всей транзакции. Не только атомарности вот этого RV-запроса или RO-запроса, а атомарности всей транзакции, которая стоит из серии read-only запросов и финального write-only. Вот так вот. Да, что-то у меня большой доклад. Тут я еще рассказываю про уровни изоляции, о которых я обещал рассказать. Вопросы есть по вот этим? Коллеги, есть какие-то сейчас у нас вопросы с вами? Ну да, тут видно просто у вас, просто что материалы, конечно, огромное количество. Я укладывался рассказать это за один час, но это была такая действительно скороговорка, и, условно говоря, попытка впихнуть все, что надо в один час. На самом деле это занимает больше. Да, пожалуй. Ну, дальше. Доступный уровень изоляции для транзакции. Вообще, наша система работает на serializable уровень изоляции, но также опционально для базы данных мы можем поддерживать и strict serializable. Тут очень интересная грань. Почему именно мы работаем именно на serializable, а не на strict serializable? Откуда растет вот это понижение от того, что мы не привязаны к времени и последовательности операции, которую делают пользователи? У нас есть порядок, но он не привязан к строго ко времени. По сути, какой-то порядок. А именно, все это происходит за счет того, что у нас в кластере замиксованы и координируемые транзакции, и и медиатранзакции. И они, по сути, и те, и другие, как бы, serializable, но только serializable через внешнюю координацию, либо serializable через координацию внутри самой таблетки. Поэтому мы тут не достигаем strict serializable, потому что мы замешиваем два варианта координации. Если бы у нас все транзакции были координируемые, ну вот просто даже обращение к одному шарду проходило бы через всю машинерию координаторов-медиаторов, тогда бы мы могли достичь strict serializable. Но это дорого, потому что большинство запросов это просто кевелый запросы, и им тратить лишнее латенси на походы между координаторами-медиаторами и лишние записи в распределенных аналищиках, это дорого. Поэтому мы работаем на serializable режиме, не на strict serializable. И здесь просто примерчик того, где же мы теряем именно слово strict при миксовании и миди-транзакции с координируемыми. Такой примерчик. У нас есть транзакция A и две транзакции B и C. A была в процессе выполнения, и A у нас как бы координируемая транзакция. А B и C, они как бы были выполнены последовательно клиентам, но эти транзакции как бы одношардовые. Клиент знает, что порядок между B и C, он определенно однозначно, потому что он задал сначала B, а потом задал сначала C. И по restricteralizable, если клиент так делает, он должен обязательно в транзакции C видеть все то, что было до транзакции B. А именно, если B видела изменение A, то и C должна была видеть изменение A. По-другому в restricteralizable быть не должно. Но в restricteralizable уровень изоляции порядок не настолько жестко определен. Он есть, но он не такой, как мы видим при restricteralizable. А именно, что у нас может быть? У нас может быть транзакция, которая выполнялась на фоне и была картинируемой, и затрагивала несколько шардов, могла успеть выполниться на шарде D, на шарде B, извиняюсь, тем самым B видит результаты A. Но еще не успеть выполниться на шарде C. Тем самым транзакция C клиента не видит на шарде C результаты транзакции A. Тем самым, что мы получаем? Порядок между транзакциями B и C существует, но он заранее не определен. B действительно видит результаты A, а C не видит результаты A, хотя C была после B. Как такое может происходить? Такое может происходить, если порядок в системе был немного другой. В системе с математической точки зрения сначала выполнена операция C, потом операция A, а потом операция B, что немного не коррелирует с тем, как задавал запросы клиент. И это serialized block-in-изоляция. Понятно? Это очень хитрый пример. Смотрите, у нас есть клиент, он делает транзакции B и C, но сначала выполняется транзакция C, а потом транзакция B. Хотя клиент сделал сначала B, дождался результат, а потом C. То есть C выполнилась в прошлом. И это все равно serialized block-in-изоляция. Ну хорошо. Так, ну, Семен, так, у вас на этом заканчиваете вы, да? Ну да, тут еще пару слов о том, что Яндекс.ТБ есть хорошая, как мы вот с вами рассмотрели у них. Асид транзакции, надежно хранит данные, отказоустойчивая, пропускная способность хорошая, благодаря тому, что у нас эффективно построены транзакции, и мы не все транзакции прогоняем через координаторы и медиаторы, а только те, которые нуждаются в этом. Стараемся везде экономить. Сделали все масштабируемо. Даже не то, что пользовательские данные мы храним там масштабируемо, отказоустойчивым, как мы говорили с даташардами, что они там данные между собой поделят, перестартуют где-то. А даже вот все системные таблетки, которые у нас есть, координаторы и медиаторы, в частности, которые мы рассматривали, они у нас построены так, чтобы нигде не иметь одной точки отказа, чтобы везде иметь и запас и по производительности, и подказоустойчивости. Вот так. Ну что ж, спасибо большое. Я надеюсь, что с вашей помощью слушатели погрузились в одну из промышленных баз данных. Ну что ж, коллеги, остались ли у нас еще вопросы? Мы, конечно, обоих докладчиков попытали в процессе. Вот сейчас. Мало. Да, ну, тут материал плотный был, да. И, конечно, в один семинар постарались вложиться, но видно, что с трудом. Так. Есть? Есть ли у нас вопросы? Так, ну я от слушателей не вижу. Я хотел вот что только спросить. Вы показали как раз модель оценки оверхеда для массы ваших запросов. Вот. А экспериментально как-то вы оценивали эту модель? Ну, конечно. Все, что требует координации, заведомо дороже того, что не требует координации. Ну, на качественном уровне, да. Это на качественном уровне понятно. Просто у вас же тут в вашей модели там некоторые детали. Ну, видите, вы тут половинки где-то тут ставите. Может быть, может быть, экспериментально можно вот эти константы какие-то оценить здесь в этой модели. Или вас это сильно интересовало? Я могу, я их все знаю, квантпланирование у нас в районе от нескольких миллисекунд до десятка миллисекунд в зависимости от настроек кластера. Вот. В обычном кластере, я не помню, вроде бы мы пять миллисекунд предоставляем квантпланирование. Вот. RTT все зависит от того, какой у вас кластер. Если у вас одно-датакцентровый кластер, то там вообще все летает, потому что RTT по сути там миллисекунды редко две, а то и меньше. Вот. Для многодатакцентрового кластера все может быть хуже, потому что я сейчас боюсь соврать, и мы к этому очень осторожно подходим. Но сеть, она как бы между центрами бывает прям хорошая. условно говоря, там несколько миллисекунд или десятки миллисекунд, а бывает, что и подлагнуть может. Вот. О том, какая у нас связь, сколько мы там SLO и SLAB даем для между центрами взаимодействия надо на клауд обсе смотреть, вот. Я так навскидку говорю, что она на порядок больше, чем внутри дата-центра. И дисковую операцию как бы на самом деле ее тоже можно выразить как один RTT, потому что мы должны сходить к V-дискам, и плюс там дисковая операция, ну как бы ну это записать на диск что-то тоже сколько-то стоит. На диске вроде бы хороший, быстрый, особенно SSD, особенно NVMe. что-то вроде того, что если вы такую модель имеете, то кажется, что вы даже можете оценить стоимость запроса произвольного, да? А мы как бы у нас есть серверлос, и мы там оцениваем стоимость запроса, условно говоря, в рублях. А, ну вот. Как бы оцениваем по тому, ну там уже немножко не в этой модели, потому что стоимость запроса обычно намного больше, чем вот этот вот на холодной расход, ну, пользоваться надо прочитать что-то, да? Так, извините, тут прямо так. Прочитать, и как бы чтение может занять существенную часть запроса. И мы стараемся как бы когда в рублях оцениваем исходить наоборот из параметров запроса. Если он читает больше данных, то он должен больше стоить. Если он читает мало данных, то он должен меньше стоить. А накладные расходы, они как бы вот, ну вот, есть они. Просто дольше latency будет пользователю. Хорошо, большое спасибо. Так, ну что, коллеги, еще есть у нас симоны вопросы? Ну вот, я не вижу, но огромное вам спасибо. вам и вашей компании в целом за участие в семинаре и за то, что вы приоткрыли занавес над вашей промышленной базой. Ладно, спасибо. Вот тогда спасибо всем участникам и всего доброго в следующих встречах в семинаре. Хорошо, до свидания. Спасибо.